Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 3 августа 2016 года среда По одному из старинных Третий день месяца получения даров природы 7524 лета Ось Митца Те, кто по этому календарю отмечает праздники Поздравляю с Днем Бога Перуна А мы начинаем живой эфир Который будет посвящен теме Итоги экспедиции Каштин 2016 Главный сведущий Вадим Чернобров Здравия, Вадим Доброе время суток всем Для европейской части России Доброго вечера И разговор у нас сегодня будет непростой На мой взгляд, очень интересный Ну, собственно, не будем забегать вперед Хорошо, я сразу хочу, знаешь, что уточнить? Вот у нас в анонсе такая фотография твоего рисунка, насколько я понимаю Где вот местность Киштима изображена И там, где что находилось, где встречались с этими вот интересными маленькими человекообразными существами, гуманоидами И вот этой уже картинки, насколько я понимаю, уже много лет Вот с тех пор что-то изменилось То есть, так я смотрю, там 2004, насколько я понимаю, год изображен Да, картинки чуть больше, наверное, 10 лет И принципиально она не изменилась в том плане, что основные события, о которых сегодня пойдет речь Так или иначе стали известны по свежим следам Но и в этом году, то есть буквально там пару недель назад мы были на этом месте К нам приходили новые очевидцы И в прошлые годы, поэтому какие-то детали, они добавлялись и добавляются постепенно И, может быть, сегодняшний разговор явится такой причиной появления новых очевидцев Специально для того, чтобы люди к нам приходили Люди рассказывали о том, что они видели Мы не только проводим там ежегодные экспедиции Но и организовываем лекции Вот в этом году, 21 июля, то есть две недели назад В Каштыме была лекция И тоже подходили новые очевидцы В том числе и те, которых мы даже не подозревали И рассказывали нам о новых событиях, о новых деталях Из-за чего карту-схему, которая у вас перед глазами, я надеюсь Придется либо перерисовать очень сильно Либо добавлять прям по ней Может быть даже Может быть даже Примерно раза в два увеличится количество адресов Но на этой карте нет принципиально двух вещей Это место, где находится тело Или тела убитых этих карликов Потому что, к сожалению, мы на этот вопрос до сих пор не знаем ответа И там нет, не указано места, где находится под водой НЛО Которая до сих пор находится в этом месте Вот почему я не указал и не укажу, пока мы не поднимем этот самый объект Почему я его не указал на карте Я думаю, что объяснение здесь вполне прозаичное Мне бы не хотелось, чтобы это сделали другие В общем, да, логично все Здесь трудно посмотреть Знаешь, я вот перед тем, как ты начнешь рассказывать Я хочу уточнить Первое Это что касаемо новых очевидцев Все-таки прошло очень много времени с тех пор И, как это бывает в юмористических рассказах Вдруг ниоткуда не возьмись Появились новые очевидцы Которые в глаза не видели того, что там происходило Да, это первое Да, и спросили, что здесь произошло Да, что произошло Я свидетель, а что случилось Вот И отсюда следует вопрос А каким образом ты и твои соратники Отсеиваете так называемых вот этих вот очевидцев Желающих войти в историю Вот Это, наверное, самые логичные вопросы Которые у наших радиослушателей могут появиться Ну и в связи с этим возникает вопрос Столько уже лет Столько уже лет Об этом Алешеньке Идутся споры, разговоры Где только там его не прокручивали И телевизионные различные каналы Дети телевизионных искусств приезжали И мультфильмы рисовали И даже спектакль в театре поставили Ну что ж там еще может быть такого неизвестного Что ж там еще может быть такого диковинного И того, что может как-то стать Может быть сенсацией очередной Давайте вот эти три вопроса сейчас мы разберем Давайте с этого и начнем Действительно Честно скажу После того, как я побывал в этом районе Вместе с японцами Я там был дважды В 2002 и 2004 И к моему неудовольствию Был свидетелем того Что японцы щедро платили Не буду называть сумму Очевидцам, которых снимали на видео Ну и понятное дело Что очевидцы были несказанно рады этому Тем более это было в 2002 году Еще раз напомню Да и сейчас, наверное, были бы рады Кто же откажется получить какой-то гонорар Но вот тогда я смотрел на них С горечью, понимая Что второй раз этим очевидцам Я уже доверять не буду Потому что видел ситуацию Когда один очевидец говорил Я знаю еще Там нескольких людей Которые увидели лично Бежал за ними И приводил каких-то там людей С лицом своих забутыльников Которые с удовольствием Естественно, кивали лицом И рассказывали версию Такую, которую Которые были готовы услышать То есть версию Которая уже крутилась вокруг Версию, которая устоялась И надо сказать Эту версию я, конечно, буду вынужден Еще раз повторить Хотя бы вкратце Хотя я думаю, что среди наших радиослушателей Нет людей, которые не слышали эту историю Но исключительно для того Чтобы людям рассказать версию другую Так вот, главный для меня критерий Подлинности Или критерий достоверности Для очевидцев Именно этой истории Это то, что люди рассказывают Не газетную Не киношную версию Мало того Некоторые из них Рассказывая ее Предваряют Сначала Фразой Вы знаете Я вам хочу Там рассказать историю Но она не касается Каштымского карлика И вдруг Где-то там На середине разговора Или даже чуть раньше Когда я им говорю Ребята Так вы сейчас Рассказывайте Мне Настоящую Не киношную Не телевизионную Лайт-версию А то, что вы Прочитать Нигде не могли Нигде Только Только в одном случае Вы могли Знать эту историю Если действительно Были очевидцами Ну и наконец Один из Немаловажных критериев По которым Я доверяю Или не доверяю Очевидцам Это то, что Люди Как раз Самые Достоверные очевидцы Вовсе не стремятся К славе И как правило Они просят Их имена Фамилии Не упоминать Как правило Они делают Свои заявления Если можно Конечно Назвать Таким громким словом Где-то уединенно И практически Всегда без камер Это либо Люди Которые Обличены Властью Какой-то Ну хоть небольшой То есть я Разговаривал И с действующими Милиционерами Которым Есть что терять В отличие от Милиционеров Уже уволившихся Я разговаривал С людьми Которые Занимают Там какие-то Небольшие Но все-таки Руководящие Должности И они Откровенно говорили Я не хочу Чтобы Мои подчиненные Знали О том Что вот я Случайным образом Увидел Ну мало ли Что они Про меня будут После этого Говорить Потеряв последний Авторитет Одним словом Среди тех Очевидцев О которых я Сегодня буду Говорить Практически Нет людей Которых Вы все Мы или мы Все Видели По телевизору К слову Сказать Тоже в самом начале Вынужден Признаться В этом году Вот за Только За последние Полгода Не знаю Случайность Это или не случайность Будем считать Что это Трагичная Случайность Но с другой стороны Время ведь идет И 20 лет Уже Прошло С событий 96 года Так вот За последние Полгода Мы потеряли Не менее Четырех Ключевых Свидетелей Этого Этих Событий Умерла Тамара Просвирина Младшая Это не та Бабушка Которая Подобрала Кыштымского Карлика И принесла Его домой Та погибла Еще в 99 Году При странных Обстоятельствах Буквально За несколько дней До прибытия Телевизионной Группы А это Ее Невестка Женщина Более Младшая С меньшим Возрастом Разумеется Невестка Которая Тоже Видела Карлика Живым Поскольку К своей Родственнице Заходила И в общем Даже трогала Это существо Женщина Про которую Все Ее знакомые Не сговариваясь Говорили Она Патологически Не может врать Даже При разговорах С милицией Когда Дело Касалось Какого Либо Освидетельствования Она Была Вынуждена Скрипя Сердце Рассказывать Подробности Про своих Родственников При этом Сама Понимая Что Их Сдает Фактически Но Ничего Не могла С собой Поделать Такой У нее Даже Не характер А Какое-то Физиологическое Свойство Было Есть Люди Которые Врать Или Говорить Неправду Могут Физиологически То есть На уровне Физиологии Умерла Эта женщина В начале Нынешнего Года Умер Ключевой Свидетель Который Не раз Нам помогал Но он Никогда Не фигурировал Ни в одном Из Телевизионных Фильмов Александр Хомяков Это Человек Который Жил В Соседнем Подъезде Тамара Просвилина Старшей И Этого Человека Я никогда Так сказать По его Просьбе Не Не оглашал Имя Этого Человека Ну Теперь уж Пусть он Меня простит Я думаю Что Его Авторитет Надеюсь Его авторитету Это уже Не повредит Он Занимал Небольшую Руководящую Должность На Работа В Кыштымском Радиозаводе Ну И Тоже Справедливо Полагал Что Может Потерять Свою Должность Значит Этот человек Через которого Мы впервые Для себя Узнали Например Многие детали О которых Ранее Не подозревали Большинство Наших Радиослушателей Не подозревают И до сих пор Например Общепринятым Считается Что Тамара Просвирина Старшая Старушка Принесла Карлика Изначально Считали Что она Этого Карлика Нашла На кладбище В некоторых Фильмах Я видел Реконструкции Этих Событий Их сделали Ну Совсем Уже Зловеще В духе Где-то Страшилок А-ля Голливудский Фильм Ходячие Мертвецы Или вот Что-то В этом роде Ну Тема Кладбища Она Понятно Навевает Подозрения На самом Деле Как Выяснилось Карлика Она Нашла Далеко От кладбища Ну Гораздо Ближе К дому То есть В пешей Доступности В районе Тамошнего Колодца Этот Колодец К которому Ходят люди Несмотря Несмотря На то Что В поселке Калиново Естественно Есть Водопровод То есть Вполне Нормальные Более-менее Сносные Жилищные Условия Но тем Не менее В общем Это вполне Нормально Наверное Для многих Поселков Городов Туда Ходят Люди И вот Тамара Просверина Старшая Тоже Там Оказалась И По ее Словам Услышала Призывный Голос И Вот Там В 20-30 Шагах От этого Колодца Уже В соснах Надо сказать За поселком Калиново Фактически Начинается Лес То есть Можно сказать Она На краю Леса Нашла Лежащим Лежащего Этого самого Карлика Но То есть Во-первых Эту деталь Мы когда-то Узнали От Хомякова А в прошлом Году Когда еще Он был Жив Он Нас Познакомил С Очевидицей Которая Все еще Жива Я надеюсь Она И здравствует Хотя И в годах Бабушка Женщина К слову Сказать Которая Не только Видела Карлика Живым Но и Кормила Его То есть Готовила Ему Пищу Если Кто-то По-прежнему Ориентируется Такими Штампами Мультяшными Штампами Которые Перешли И в Спектакли И Не только Так сказать Кочуют Из одной Статьи Газетной В другую Но Превратились Вот такое Я не знаю Свообразное Уверенность Вот Все Уверенно Заявляют Что Каштымский Карлик У бабушки Ел Только Сгущенку И риски Ну В общем Понятно Набор Пищевой Тот еще Довольно Странноватый Но на самом Деле Вот Вот это Это Байка Может быть Нелишенная Конечно Частично Правда Прозошла Из-за того Что Тамара Просвирина Младшая Застала За тем Что Вот именно Именно Это Карлик Ел Ну Подчеркиваю В тот момент Когда Тамара Просвирина Младшая Была В гостях А Большую Часть Времени Вот здесь Я уже Предоставлю Слово Еще живым Очевидецам Соседкам Тамары Просвириной Старшей А большую Часть Времени Он питался Более Прозаичной Пищей Для 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 Него Варили Борщи Супы И В общем С успехом Он Ну С тем Или иным Успехом Конечно Надо сказать Уплетал Конечно С учетом Его Габаритов Надо понимать Что ел Он По сравнению Со своим Телом Много Но Выражаясь В граммах Наверное Сопоставимо С тем Что может съесть Небольшой Домашний Зверек Типа Кошки Или Собачки Вот До сих пор Жива Женщина Которая Варила Ему Супы И Это И вот Через Хомякова И через Эту Очевидец В прошлом Году Мы узнали Подробности О которых Не догадывались Оказалось Что Тамара Просвирина Старшая Перед тем Как Прийти Вернуться В Свою Квартиру На улице Калиновой Оказывается Отсутствовало Где-то Три дня И вот Для нас Это Послужило Таким Своеобразным Стартом Для Нового Расследования Первоначально Мы Может быть Где-то Скажу откровенно Может быть Немножко Надеялись На то Что Вдруг Вот эти Оставшиеся Эти Недостающие В нашей Истории Три дня Когда Бабушка Непонятно Где Пропадает Пропадала Может быть Вот Распутывая Эту Ниточку Удастся Понять Где она Не только Где она была Но и Ключевой Момент Может быть Она не просто Ходила Сама по себе Гуляла Как Как все Нормальные Старенькие Бабушки Может быть А вдруг Почему бы и нет А вдруг Ее похищали Вдруг Ее там Увозили Далеко Ну Как это Часто Бывает В Рассказах Очевидцев Вот Но Оказалось Все банальнее Оказалось Бабушка Прежде чем Принести Неизвестное Существо На улицу Коалинову Где у нее Была Вполне Нормальная Квартира На втором Этаже Пятиэтажки Четырехэтажного Дома Она перед этим Три дня Оказывается Жила В совсем Другом месте Поселка Кыштым Жила В том В том Бараке Откуда ее Советская власть Когда-то Переселила Да Вот эту Новую квартиру Комфортабельную Из барака Переселили Но В барак Никого не стали Вселять Поскольку Барак Планировалось Расселить Ну и В дальнейшем Пустить под снос Что в конечном итоге Было сделано Но на тот момент На момент 96-го года Барак еще стоял Квартиру ее Никто не занимал И Вот эта бабушка Почему-то Не очень понятный Момент для нас Зачем она Это сделала Может быть Она это сделала Потому что Из этого Барака До центра Кыштыма Ей было Ближе ходить И В эти Три дня Она С Карликом Походила И Заходила И в поликлинику И в местную Милицию И в местную Администрацию Кыштымскую По ее По ее Словам Она пыталась Людей Призвать Ну Сначала Врачей Призвать Чтобы они Лечили Раненого Раненое Существо Потом Милицию Призвать Чтобы Те надавили На Медиков Поскольку Медики Отказывались Лечить Вот Замечательная Трактовка Почему они Это Отделали Глядя Значит На это Существо Где-то Там В поликлинике Я не знаю Был ли это Врач Или Медсестра Или Там Просто Женщина В регистратуре Но ей Глядя На это Существо Сказали Милая Нам Людей Лечить Нечем Напомню Это 96-й Год А вы Мол Где Хотите Чтобы мы Лечили Со своими Проблемами Подальше От нас Она Пыталась Ходить И добиваться Какой-то Правды И какой-то Помощи Еще раз Напомню В Милицию Города Кыштыма Заходила В администрацию Этого города Но не нашла Так сказать Поддержки Может быть Вот эти Три дня Которые Досели Были для нас Таким Белым пятном И мы Не знали Куда Девалась Где была Наша бабушка Где был Карлик И что Происходило В эти Важные Три дня Значит Ну вот Как я думаю Все С одной стороны Банально Оказалось С другой стороны Пазлы Начали Складываться И По крайней мере Вот это Белое пятно Мы Видимо Запол Заполнили У нас Не хватало Еще Нескольких И не хватает К слову Сказать Еще Нескольких Белых пятен Я О некоторых Сегодня Надеюсь Успею Сказать Ну Еще Добавлю Помимо Хомякова И Тамары Просвириной Младшей Которые Умерли Вот за Последние Полгода Я уже Сказал Что Я Наверное Конечно Должен помянуть Память Еще Нескольких Людей Я их Периодически Буду Упоминать Но Среди них Среди Вот Списка Умерших Людей Фигурирует И человек Который Эту Этого Карлика Обманным путем Себе Заполучил Я Не буду Его фамилию Упоминать По Очень многим Причинам Ну Я думаю Что Большинство Людей Которые В теме Поймут Почему Это Человек У которого Много Лет Мы пытались Выкупить Этого Карлика Но Вот Как оказалось Мы Не усумели Этого Сделать И Видимо Уже Не усумеем Поскольку Еще раз Скажу Совсем Недавно Он Умер Ситуация Изменилась И Вот Буквально За последний Наверное Месяц Ну Может быть Месяц Полтора Ситуация С И Каштым Карлика Стала Мгновенно Не знаю Связано ли Это Со смертью Вот Этого Ключевого Участника Событий Это Даже Не очевидец Это Даже Не участник Это Скорее Ну Я бы Его Назвал Одним Из Виновников Этих Событий То есть Если бы Не он Не пришлось Бы 20 лет Искать Пытаться Выкупить И как-то Спасти Труп Этого Существа Ну Историю Уже Не перепишешь Человека Этого Нет Но Тем не менее Видимо Дело Его Каким-то Образом Живет И Видоизменяется И вот Сразу После Его Смерти Так Уж Видимо Сложилось Еще раз Говорю Случайно Или нет Не знаю Но В печати Федеральной Прессе Стали Появляться Статьи Я По косвенным Признакам Догадываюсь Конечно Я не уверен И не могу Уверенно Это заявлять Не имею права Так Огульно Кого-то Обвинять Но По внешним Признакам Это Статьи Заказные И В этих Статьях Журналисты Описывают Историю Как бы Взгляд Со стороны Тех Кто Этого Карлика Украл То есть Казалось бы Все 20 Прошедших Лет Роль Этих Людей Этих Жуликов Этих Преступников Можно как Угодно Их называть Хотя Наверное Юридически Это будет Неправильно И я Чтобы на меня Не подали В суд Наверное Буду вынужден Искать Какие-то Другие Более Мягкие Слова В их адрес Поскольку Любой Юрист Скажет Раз не было Суда Соответственно Вы не имеете Права Их Такими Терминами Значит Называть Я соглашусь Поэтому Буду Буду Говорить Об этих Гражданах Вот 20 лет Было Известно О неких Гражданах Которые Похитили Обманным Путем У Милиционера Владимира Медлина Человек Который К счастью Жив До сих Пор За последний Месяц Мы с ним Несколько Раз встречались Он приезжал К нам В лагерь Человек Который До сих Пор Вспоминает Эту Удивительную Историю С Содраганием Для него Это личная Трагедия Своим Орлийным Пенкер Тор Взглядом Просто Издалека Но Оказывается Можно И на старуху Бывает Проруха И они Не только Обаяли Но и Как он говорит Я сам Своими руками Вынес И отдал им Этого Карлика Настолько А когда Отдал И когда Они Уехали Стал Сомневаться Думаю Что же Я Такое Надел Но Историю Уже Не Перепишешь 20 лет Назад В августе 96 Года То есть Ровно 20 лет Назад И Произошло Это Похищение И вот Спустя 20 лет Подчеркиваю Если Вспоминать Эту историю 20 лет Недавности То Как раз Сейчас Мы можем Если Можно Конечно Праздновать Такую Грустную Дату Сейчас Мы можем Не праздновать Но Отмечать Вот эту Дату Похищения Карлика Но Повторюсь Прошло 20 лет Эта История Вдруг Я открываю Центральные Федеральные Издания Известных Газет И Судясь С изумлением Читаю Как Имидж Этих Самых Похитителей Вдруг Преображается Из Черного В белый И по новой Версии Истории Которую Значит Журналисты Ну Естественно Они это Преподносят Как собственное Расследование Понятное Дело Но Расследование Состоит Просто в том Что им Рассказывают Участники Событий С той стороны Это Мягко выражаясь В журналистике Это называется Однобокий подход Чтобы 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 Представить Все точки Зрения Нужно Как минимум Выслушать Все стороны Но здесь Нам сейчас В последних Версиях Этой истории Усиленно Пытаются В голову Вдолбить Что Все было Как раз Наоборот Похищения Не было А было Спасение Молди Милиция Это Это не та Организация В которой Должен Находиться Труп Инопланетянина Ну Спасали Естественно Инопланетянина Там Другого Варианта Те Кто Спасал И не Рассматривал Мы Молди Спасли Из милиции И для этого Дали Большую Взятку Значит Милиционеру Ну Скажу Честно Я Поскольку Этого Милиционера Бывшего Милиционера Знаю Очень хорошо Я говорю Владимире Бендлине Я могу Ручаться Что Никакой Взяткой Там Не могло Быть И речи Там Что-то Другое Я Очень Подробно Так сказать Поминутно Эту историю Восстанавливал И Прекрасно Понимаю Что Либо Люди Похитители Либо Они Воспользовались НЛП Гипнозом Или Какими-то Иными Так сказать Средствами Психологического Давления Либо Просто так Сложились Условия Что Отовсюду В тот Момент По крайней мере В тот момент Отовсюду Тело Карлика Пытались Убрать Выкинуть Вычеркнуть В милиции Было невыгодно Заводить Уголовное Отдело И от Бендлина Требовали Карлика От Карлика Избавиться Супруга Супруга Тоже Была По понятным Причинам Недовольна Что Труп Непонятного Существа Владимир Бендлин Принес Домой Ну Здесь Что называется Все супруги Наверное Будут Солидарны Вот С этим Недовольством И поймут Эту Женщину Ну Понятное Дело Что Когда Бендлин Оказался Один Сразу Между Многих Огней И отовсюду Ему Навязчиво Не то Что рекомендовали Просто приказывали Избавиться От тела Но Вот он Уперся И хотел Любым Любым Образом Это тело Все-таки Отдать В Москву На исследование Но Что называется Так сложилось Что Рядом В нужный Момент Оказались Люди Которые Представились Звездной Академией Представились Учеными Сказали Что Отвезут В Москву Тело Ну В общем Одним словом Вот так Сложились Звезды То есть Может быть Обе версии Правы Может быть Там Было И психологическое НЛПшное Гипнотическое Влияние И Одновременно Вот такие Вот эти Условия Сложились Может быть Дело В каких-то Пропорциях Но Так или иначе Подчеркиваю Эту историю Я знаю Поминутно И ни о какой взятке Не было и речи Но По новой версии Еще раз Повторюсь Похитители Предстают Уже не похитителями А спасителями И Вообще Они Как бы сказать Просто Если бы не они Вообще Неизвестно Где бы Было Тело И Как Сложились бы Условия Ну Я Напомню Что Это на самом деле Не первая их версия Рассказанная Доверчивым Журналистам По Одной Из предыдущих Версий Они Рассказывали Сначала Что Вернуть Карлика Не могли Потому что Его у них Похитили В свою очередь Уже инопланетяне Якобы Это произошло Возле Знака 78 километр На дороге Кыштым Каменско-Уральский Ну И вот Та же самая Федеральная газета Которая сейчас Имидж Поправляет Похитителя В те годы Вот когда Была Эта версия Рассказывалась В те годы Федеральная газета Собирала деньги У читателей Для того Чтобы на 78 Километре Дороги Каменско-Уральский Кыштым Поставить Памятник Погибшему Инопланетянину Ну К слову сказать Судьбу этих денег Я не знаю До сих пор И в общем Меня она Честно говоря Сильно не волнует Сколько собрали Тоже мне неведомо Но я Уверенно заявляю Что во-первых Памятник так и не был Никогда построен По крайней мере На эти деньги Во-первых Во-вторых Такого Километрового знака Никогда не было И нет Просто потому Что Эта дорога Не имеет 78 километра Там Максимум 60 Какой-то Километр Есть И в-третьих Вот В конце концов Меня мало Волнует Эта тема Потому что Еще с прошлого Года Мы Вот эту идею Создать Памятник К погибшему Существу Без Оговорки Кем оно Является Инопланетянином Или нет Мы Эту задумку Осуществили Но сделали Это за свои Собственные деньги И поставили Этот памятник Он и по сей упору Стоит Несмотря на то Что на него Уже не раз Вандалы Обращали Своё внимание Его не раз Уже ломали Вот Но По состоянию На сегодняшний день И я надеюсь Такая ситуация И дальше будет Этот памятник Восстановлен И он В целом В виде Находится На берегу Озера Анбаш Южнее Кыштыма И к этому Памятнику На наших глазах Уже Мы видели И Приезжают Невесты Во время Во время Вместе Со свадебными Кортежами Приезжают Целыми Микроавтобусами Туристы Из домов Отдыха И там Всякие экскурсии Местные жители Приходят То есть Он Стал Таким Неформальным Но Безусловно Каким-то Центром Притяжения Всех Людей Которые Слышали Об этой Истории И В общем Так или иначе Это уже Достояние И Достопримечательность Всего Урала И Челябинской Области Ну Наверное Всей России А может быть Я так Подумаю Может быть Даже и Нашей цивилизации Ну Так вот А стоит Он На том месте Где На самом деле Не Якобы По словам Настоящих Похитителей Якобы Похитили Инопланетяне Это тело А стоит Там Где По словам Настоящих Очевидцев Жителей Поселка Калиновый И жителей Поселка Города Кыштым Где Впервые Увидели Виновников Этой Истории Главных Героев Этой Истории Тех Кого Позже Назовут Кыштымскими Карликами И вот В этом месте Позвольте мне Сделать Паузу И наконец Рассказать Настоящую Историю Почему Отталкиваясь От того места Где Произошла Происходит Начало Нашей Истории То есть Напомню Для меня И для тех Кто В теме Для тех Кто приезжает К нам В экспедицию Для меня Эта история Началась Вовсе Не с того Что Ныне Покойная Бабушка Тамара Просвирина Старшая Нашла Якобы На кладбище На самом деле Возле Колодца Тело Алешенька Тело Того Существа Которое Позже Назовет Алешенькой А примерно На 2-3 Недели Раньше На берегу Озера Анбаш Где Во время Такого же Июльского Жаркого Вечера Отдыхающие Купающиеся На озере Вдруг Заметили Что За их спинами В лес Опускается То что Обычно Называется В таких Историях Летающая Тарелка Опускается НЛО И через Некоторое Небольшое Время Из того Же Самого Леса Купающиеся На некоторое Время Отвлеклись От Своих От Своих От Своего Отдыха Заинтересовано Наблюдали За этим Делом Но В лес Не ходили Поисками Не были Озабочены Улетел И улетел О том что Там произошло Приземление Узнали Лишь Гораздо Позже Но Через Небольшое Время Когда Стало Смеркаться На озере Отдыхающие Увидели Яркий свет Фар Подумали Еще Что за Фары Автомобиля Что ли Там Светят С леса Там же Нет дорог Вроде бы Откуда Там может Автомобиль Такой С такими Мощными Фарами И вот В свете Этих Мощных Фар Увидели По одним Данным Четырех По другим Данным Пять Небольших Небольшого Роста Существ Которые Значит В свете Яр В ярком Свете Вышли К берегу И вот С этого момента Это первое появление Самое первое появление Наших Карликов Или наших Существ Перед очевидцами И поскольку Людей Которые Видели Это появление Было Достаточно Много Конечно Для меня Была важна Цифра Которую Эти люди Называли Эта цифра Естественно Подстегивала Нас Совсем По другому Проводить Выстраивать Стратегию Нашего Поиска То есть Если Ориентироваться На Общеизвестную Как бы Уже Почти Каноническую Историю То Речь Шла Я напомню Принципиальная Разница В чем Заключается В канонической Истории Все знают Про одного Единственного Карлика По имени Алешенька И этот Карлик По канонической Истории Умирает С голода А на самом Деле Его Убивают И случайный Убийца Более Осторожно Опять же Суда не было Поэтому я не имею Права Такими Жесткими Терминами Пользоваться Случайный Гражданин Который Случайным Образом Раздавил Голову Этого Существа Этот гражданин Куслов сказать Жив Здоров Правда Он сменил Фамилию И стал Вполне Уважаемым Местным Бизнесменом Может быть Даже По местным меркам Может быть Даже Олигархом Может быть Не может быть А точно Он Историю Пытается Сейчас Переписать Уже Под себя И В разговорах С журналистами Так сказать Свою версию Этой истории Преподносит Ну Поскольку Я Не называю Его фамилию Я думал Что у него Не будет Повода На меня Обижаться И В общем Не переходя На личности Я Лишь Буду Констатировать Так сказать Рассказывать Ту версию Историю Которую Знаю Значит Вот С этого Момента Я имею С июля 96 Года У нас На самом деле Начинается История Эпизодически Этих Этих Или других Карликов Далее Другие Очевидцы Видели В окружающих Дачных Участках Люди Видели Как Они Бегали Между Хозяйскими Постройками Между Грядками Люди Видели Как Там Они Бегают Под деревьями Местные Мальчики Даже Кидались В них Камнями Дальше Наступал Пробел Который Мы не могли Понять Пробел Примерно В несколько Дней Мы не Мы не Могли Понять Каким Образом Эти Существа Которых Видели Многократно На Восточном И южном Берегах Озера Анбаш Каким Образом Они Появились Вот Через Несколько Дней В поселке Коалиновый Надо сказать До поселка Не так далеко В общем Если Находиться На том месте Где Впервые Появились Карлики Где сейчас Находится Памятник Кыштымскому Существу То С этого Берега Поселок Коалиновый Видно Превосходно Он Находится На противоположном Берегу Озера Ну И Дойти до него Ну Спокойным шагом Человеческим Ну Примером Полчаса ходьбы Но Я напомню Что Речи Идет все-таки Не о Человеческих Существах А О существах Которые Ну едва Так сказать Дотягивают До гномиков До каких-то там Небольших Карликов Для них Для них Путь Многократно Тяжелее Многократно Страшнее Хотя бы Потому что На этом пути Нужно Идти вдоль Трассы Кыштым Челябинск Трасса Достаточно Оживленная Ну и Мягко Рожаясь Это не дорога Для Маленьких Людей Небезопасная Дорога Для взрослых Не говоря уже о маленьких Но вот Тем не менее Они оказываются Через несколько дней Вблизи Поселка Каолиновы Где опять Их многократно Видят Где Там За ними Опять Устраивают Охоту Местные Мальчишки Вездесущие Они Появляются На пути И возле квартир Возле домов Сразу Нескольких Очевидцев Один Ключевой Очевидец В то время Небольшой Женщина Которая Занимала Небольшой Руководящий Пост В Городе Кыштыми Значит Появляются Новые очевидцы Новые люди Вот Можно Выстроить Какую-то Цепочку Событий И Мы пытаемся Эту цепочку Выстроить Для того Чтобы понять Два главных Момента Какой Из карликов В конечном Итоге Попал К Тамаре Просвилин И в конечном Итоге Был убит И вот По этой цепочке Получается Что Видели В поселке Другого Другие Существа Других Карликов Которые Явно По внешнему Виду Не были Похожи На нашего Будущего Алешеньку Тем более Что В каких-то Случах Очевидцы Видели Там Сразу Нескольких Двух Трех Существ Но И самое Главное Для чего Так сказать Хочется Восстановить Эту картину Увы Если в отношении Алешеньки Уже ничего Изменить Нельзя Это Это существо Уже убито Оно уже Мертво И максимум Что мы Можем сделать Это выкупить Его тело Но Гораздо Важнее Гораздо Более Для нас Значимо Выяснить Всю Эту цепочку Событий Для Целей Более Благородных Для того Чтобы Понять Куда Делись Куда Ведут Следы Других Существ И Судя По Этой Выстраиваемой Цепочке Следы Этих Людей Вели В сторону Леса И В конечном Итоге Вот Здесь Я так Обращаю Напоминаю Что Перед глазами Радиослушателей Может быть Надеюсь Что Находится Карта Местности С указанием С стрелочками Указано Где происходило То ли иное событие И вот Эти стрелочки В конечном Итоге Эти точки На которые Показывают Стрелочки В конечном Итоге Превращаются В Такую Последовательную Цепочку Из Таких Виртуальных Следов Этих Самых Существ Где-то Посредине Этой Цепочки Происходит Трагичное Событие Каким-то Образом Получает Ранение Или Или Заболевает Или что-то В общем Нехорошее Случается С Карликом Который Попадает В раненом В болезненном Виде К Тамары Просвириной И впоследствии У этой Тамары Просвириной Гибнет Но Оставшиеся Карлики На тот момент Мы не знаем Общее количество Если Следовать Этой Самой Виртуальной Цепочке Продолжают Двигаться Примерно В одном И том же Направлении И В конечном Итоге Не в конечном Итоге А на каком-то Этапе А точнее В 2002 Году Мы имеем Еще одну Реперную Точку Очень важный Такой узловой Момент В 2002 Году От Местного Жителя Мы получаем Получили Информацию О том Что Двух Существ Напоминающих Кыштымского Карлика Но Непохожих Несоответственно Похожих На нашего Знаменитого Канонического Алешеньку Может быть Это и его Родные Братья Может быть И соплеменники Но тем не менее Они не являются Копиями Клонами Алешеньки Они Немножко Отличаются И похожи На Нашего Алешеньку Разве что Такими Характерными Большими Глазами И Небольшим Ростом То есть Слово Карлики Хоть Мне оно И не нравится И Оно Такое Немножко Пошловатое И Немножко Сказочное Но вот Простите Так сказать Пока не придумали Другого слова Вынужден Этим словом Паразитом Пользоваться Вот Эти существа То и этих Этих существ Тоже можно Назвать Карликами Значит При этом Из рассказа Очевидцев Нам Известно Что Видели На дороге Возле Проходящего Через лес Двух Подобных Существ И Одно Одно Существо Случайно Или не случайно Это уже Так сказать Вопрос Не очень Принципиальный Одно Из этих Существ Попадает Под машину И Либо Травмируется Либо Погибает К сожалению Мы не знаем Степень Тяжести Полученной Травмы Может быть Существо Погибло Может быть Травмировано Но После Этого События В 2002 Году В последующие Годы К нам До нас Доходили И По сей пору Доходят Подчеркиваю Новые очевидцы Еще Не перестали идти До нас Доходят Свидетельские Показания О том Что видят То там То сям Вот в окружающих Лесах Видят Одно Существо То есть С 2002 Года То есть 14 лет Как Два И более Существа Не видели Никогда То ли Эти существа Разбрелись И стали Ходить По одному То ли Увы Так сказать Судьба К ним Была Неблагосклонна По крайней мере Два Получается Могли погибнуть Вполне Могли погибнуть И остальные Но Все-таки Так сказать Я выражаю Надежду И не только Выражаю Мы Еще И Своими Действиями Пытаемся Не просто Найти ответ На этот вопрос Куда делись Остальные Но и Подсознательно Может быть Там Немножко Втайне Немножко Немножко Тайно Мечтаем О том Чтобы А вдруг Все-таки Нам Удастся Не только Пройти По все Цепочки Этих Событий Но и В конечном Итоге Выйти На Ту Точку Где Мы Найдем Живого Или Мертвого Одного Из этих Существ В этом году Рассказываю Вам Совсем Свежий Случай Который Еще Не Рассказывал Никому И он Еще Не Описан Нигде Вот Очередной Из очевидцев Который Я уже Сказал Что Не Удивляйтесь Несмотря На 20 Лет На То Что Прошло 20 Лет Есть Люди Которые По тем Или Иным Причинам Не Хотели Выходить Раньше На На Связь И Держали Увиденное Себя Не Хотели Ни С кем Делиться По Очень Разным Причинам Но Вполне Человечески Понятным Значит И Вот В этом Году У нас Появляются Еще Два Человека И Вот Чтобы Как-то Чтобы Мне Может быть Более Образно Помочь Вам Эти Очевидцы Как Они Выглядят И Что Им И Движет Вот Примерно Так Опишу Это Два Немолодых Мужчины Живут Недалеко От Этих Мест Но Не В Кыштыме В Другом Ближайшем Городе Надо Сказать Там Рядом Находится Несколько Закрытых Городов Куда Никто Из Посторонних Попасть Не Может И Вот Это Люди Из Одного Из Таких Закрытых Городов Значит Приезжают Утром К нам В лагерь Космопоиска Поснимать Пофотографировать Туда Многие Приезжают Сделать Там Селфи Потом Выложить Свою Фотографию Значит На Свой Сайт В инстаграм Вконтакте Значит И Вот Слово За слово Они Сказывают Нам Интересные Истории Интересные Факты Местности Которые Мы Известны Поговорили О Интересных Фактов Которые Нам Стали Известны В прошлом Году От охраны Закрытого Города Озерска Город Находится Совсем Близко От нас Отделяет Нас От него Только Дремучий Лес И вот Охрана Этого Озерска Напомню Кто может быть Еще скорее всего Эта история Тоже Не очень Известна Напомню Что В Озерске Охрана Занимающаяся Охраной Наблюдением За периметром Секретного Закрытого Ядерного Центра Обнаружила Что Недалеко От этого Периметра От колючей Проволоки Обнаружила Прожженные Дырки В деревьях Само По себе Очень Неприятное Открытие Которое В общем При ближайшем Рассмотрении Говорит о том Что Кто-то В этом лесу Находится Кто Обладает Очень Мощным Оружием Очень Мощным Лазером Прожечь Лазером Дырку В дереве Диаметром 30 Или Около Сантиметров На тот Момент Да и Сейчас Тоже Могли Только Боевые Лазеры Коих В мире И в России Можно было Перечитать По пальцам Количество Этих Лазеров И эти Лазеры Многотонные Они Нетранспортабельные Ну Подумывали Тогда В те годы Закинуть Один из Лазеров На орбиту И использовать Его На случай Боевого конфликта Но Тогда Сделать не удалось Не буду сейчас Ворошить Эту старую Да и В общем-то Неоткрытую До конца Историю Это все-таки История до сих пор С этой историей Еще не Не снят Гриф Секретности Я лишь Говорю О том О той истории С которой Был снят Гриф Для служебного Пользования История 96-го года Истории Что Службы Вот призванные Охранять Следить за Возможным Там Проводить Какие-то Антишпионские Антидиверсионные Действия Была поражена Наличием Вот этих Отверстий Естественно Искал Или виновного Найти его Не сумели И в конечном итоге Вот Только спустя 19 лет Сочли Возможным Эта история Поделиться Из-за чего Я вам сейчас Ее и рассказываю Поделились Потому что Было Стало Наконец Понятно Что Что эти Отверстия Оставили Не иностранные Шпионы Читай Американские А Оставили Непонятно Кто Если непонятно Кто То это уже По нашей части Это уже По части Космопоиска И вот Нам передали Фотографии Этих самых Следов Повреждений Рассматривая Кои Я в общем Не могу Отделаться От мысли Что Действительно В то время В этих лесах Происходило Нечто Ну Если не Звездные войны То по крайней мере Целый комплекс Событий Я даже Не знаю Как их Трактовать Боюсь Давать им Определения Но Если Не требовать От меня Определения То Я точно Могу Утверждать Что А В этом районе То есть В этом лесу В 96 Году До момента Появления Карликов Садился Какой-то Техногенный Дискообразный Аппарат Этот аппарат Прозводил Ну Или этот аппарат Или может быть Еще какой-либо Прозводил Выстрелы Из Из Установки Которую В нашем Лексиконе Можно назвать Лазерным оружием Вряд ли Это было сделано В военных Или В целях В целях Нападения Или в каких-то Агрессивных целях Может быть Это был Какой-то Побочный эффект Работы Технологической Установки Может быть Иные какие-то Проявления Техногенные Это Пока я не могу Для себя И для вас Уточнить Но Абсолютно Уверен В самом Факте Про зашедшего Не Будучи Уверен В трактовке Объяснения Этого Факта И вот Вернусь Так сказать К нашим Это я сейчас Упомянул Об очевидцах Из Озерска Которые Привезли В прошлом году Материалы Про Лазерным Отверстием В ближайшем лесу А вот Новые очевидцы Это Это уже Другие люди Ну Проживающие В том В том же Городе Так Осторожно Повыпытывали Так сказать То что То что Они где-то там По слухам Слышали Краем уха Там Слышали В пересказе Со ссылками На нас На нашей Трактовке Событий И вот Желая Так сказать Убедиться В этом Несколько раз Они меня Переспрашивали Вот Расскажите Для нас Все-таки Эту историю Ну понятно Рассказывать Ее Каждый раз Там В 101 раз Может быть Не всегда Удобно Но Тем не менее Я Когда коротко Стал ее Излагать Вот Дошел До ключевого Для них Для них Ключевого Момента Момента Этой истории И вот В этот момент Значит Мужчины Меня Осторожно Перебили Попросили Уточнить Я не оговорился Когда сказал Кыштымских Карликов Во множественном Числе Нет Я говорю Именно Это Не то Что не оговорился Я Это принципиально Повторяю И повторял И повторяю То есть Я настаиваю На том Что Карлик Алешенька Был не один И Мы Ищем Собственно Уже Не столько Его Сколько Остальных Три Четыре Особи Напомню Было Минимум Четыре Пять И вот Один из этих Мужчин Говорит Ну Слава Богу А Той Говорит Все эти годы Думал Что Я сумасшедший И боялся Рот открыть Чтобы Меня не Записали В сумасшедшие И вот Дальше Следует Рассказ Его Видение Событий Которые Он Боялся Своим Родственникам Знакомым И тем более Сослуживцем Все-таки Он работает В ядерном Центре На какой Еще Работе Не только В ядерном Центре Но по-моему И в любой Другой Конторе Не очень Будут Жаловать Человека Который Будет Рассказывать Какие-то Глупые Истории Жизни Сумасшедшего Видимо По этим Соображениям Он 20 лет Эту Историю Скрывал Значит И он Нам Рассказывает И показывает На карте Место Которое Было Для нас Ключевым Место Которое Вот Замыкает Это Некий Вот Недостающий Пазл Белое Пятно В нашей Истории Из-за Которого Мы Все 20 лет Не знали По Какому Пути Двигались Со стороны Озера Анбаш Двигались Существа Двигались Карлики В сторону Поселка Коолиновый Ну Может быть Кому-то Покажется Это Не принципиальный Момент Но Какая Разница Направление Направление Что справа Обходить Озеро Анбаш Что Слева Обходить В конечном Итоге Мы Знаем Что Что Эти Карлики Дошли До поселка Коолиновый Я Напомню Еще раз Эти места Начало Где видели Карликов И поселок Коолиновый Разделяет Всего-то там Пару километров Это очень Незначительное Расстояние Вроде бы Но Информация Для меня Была Принципиально Важная Поскольку Ну я Исходил Из предположения Что Карлики Двигавшись Попав В поселок Коолиновый В нем Не остановились И продолжили Своё движение Дальше И соответственно С какой стороны Они зашли В поселок От Этой детали Зависело И в какую Сторону Из поселка Они вышли И вот В этом плане Подошли Не к поселку С востока То есть Обходя Озеро Справа Со стороны Челябинской Дороги Или же Подошли К поселку С юга Обходя Озеро Слева Со стороны Дороги Которая Ведет В город Миас Вот Для меня Это Было Важно Поскольку От этого Зависело Дальнейшее Продвижение И вот Теперь Взгляните Еще раз Если Если Карта Событий У вас Перед глазами Во всяком случае В чате Она есть Выложена В чат Так что Те кто в чате Однозначно А кто не в чате Тогда нажимайте Анонс Там она присутствует Именно так Я надеюсь Чтобы вам было Легче понимать Или Даже Нет Скажу Чтобы вы Может быть Почувствовали себя В гуще Событий Для того Чтобы вы Представили Все происходящие События Более Ясно И вот Если у вас Карта Перед глазами И хотя бы Услышанные Мною Описания Вы Преобразовали В какой-то Зрительный Образ Вот теперь Вы Наверное Догадываетесь Что Когда Вопрос О том По какому пути По восточному Или по западному Двигались Двигались Эти существа Когда этот вопрос Был снят То есть Новый очевидец Нам уверенно Показал На На то место Где видел Карликов сам И вот здесь Я Для визуалов Для тех Кому интереснее Представить Лучше один раз Увидеть Чем сто раз Услышать Здесь я Отсылаю вас На свою страничку Вконтакте Самая-самая Последняя Картинка Которую я Выложил У себя На страничке Вот это Как раз И есть Картинка Вот От того места Которым Я Я говорю На этой картинке Это панорама На ней Изображена Дорога В общем Информации Не так много На ней Изображена Дорога Которая К слову Идет По Западному Берегу Озера Анбаш Ну и Кроме дороги Большую часть Панорамы Занимают Камыши 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 Они Достаточно Высокие Эти Камыши И В этих Камышах Видно Или Почти Не Видно Сразу Несколько Наших Взрослых Человек Находится Что-то Ищут И вот Теперь Я Раскрываю Тайны Тайну Расскажу Вам Чего же Они Ищут В этом Месте И К чему Привела Вот Эта Детективная История И К чему Привел К какому Ключевому Выводу Привел Рассказ Нового Очевидца И Здесь Я Обращаюсь К нашему Уважаемому Радиоведущему Я бы Предложил Если Если Согласны Немножко Перевести Дух Во-первых Во-вторых Чтобы Сделать Паузу В нашем Рассказе Дав Возможным Радиослушателям Взглянуть На эту На эту Панораму И Понять Что Что По их Мнению Заставило Выйти На дорогу Этих Самых Карликов И Какие Ключевые Выводы Мы Из Этого Из Этой Истории Сделали Подчеркиваю Это лишь Один Маленький Фрагмент Который Стал Поводом К этому Расследованию Стал Лишь Один Маленький Разговор С очевидцами Которые Скрывали Увиденное 20 лет Но Этот Разговор Имел И Будет Еще Иметь Очень Далеко Идущие Последствия Не только Те О которых Я упомянул То есть Я имею ввиду Не только Те Последствия Что мы Значит Вот Еще один Пазл В Следе Этих Движения Карликов Заполнили Заполнили И теперь Знаем Куда Они пойдут Дальше Вот На Этой Панораме Стрелочкой Показано Как С какого Направления То есть С юга Как Двигались Карлики Но Еще раз Я подчеркиваю Пожалуйста Посмотрите На Эту Картинку На Эту Панораму Свежим Взглядом И Может Быть Вы Догадаетесь Значит О том О чем Я намекаю Может Быть Разгадаете Каким Выводом Пришли Мы Но Если Не Разгадаете То Через Несколько Минут Разумеется Я Раскрою Эту Тайну И Мы Продолжим Разговор Если Вы Не Против Хорошо Итак Ставим Музыкальную Паузу Арт-студия Русское Небо Исполнит Песню Небесные Огни Как-то Так Символически У нас Совпадает Кстати Да Я правда Не знаю Что там Будет Петься Но Услышим 4 минуты 41 секунда Это будет Тема Да Значит 4 минуты 41 секунда Сама песня Звучит Потом Немножечко Отбивочек Еще Около Минуточки Выиграете Вот У вас Есть Больше Пяти Минут Для того Чтобы Найти Эту Фотографию Вот Уже Я смотрю В чате Выкладывают И Изучить И для себя Дать ответ А потом Мы будем Отталкиваться От ваших Ответов И наверное Поймем Ваши Версии И сравним С тем Что Предложит Нам Вадим Итак Отдыхаем Слушаем Наслаждаемся Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что Сегодня По одному Из Современных Календарей 3 августа 2016 года Среда По одному Из старинных 33 день Месяца Получения Даров Природы 7524 Лета Осмится Итоги Экспедиции Киштым 2016 Такова Тема Сегодняшнего Нашего Эфира Главное Следующий Вадим Чернобров Поздравляю Тех Кто Отмечает День Бога Перуна А мы Продолжаем Разбирать Тему Итак До Музыкальной Паузы Было Предложение Рассмотреть Внимательно Фотографию Которая Появилась И в чате В частности И на Вконтакте Тоже Представлена Владимир Чернобров Панорама Где Есть Дорога Есть Поле И попытаться По этой Фотографии Свои Какие-то Предположения Дать А что же Там могло Происходить Что же Там Вот такое Могло Быть И вот Здесь Уже Появилось Ну Единственное Что латинскими Буквами Написано Мы У нас Есть одно Правило Что мы Читаем Подписавшихся Зачитаем Кто подписывается Русскими Все-таки Буквами Ну Постараюсь Перевести Рептилоид Видимо Существа Вышли К дороге Где Их Встретили Ребята С камнями Спасаясь Существа Бросились К дачам Которые Просматриваются На снимке Очевидно Выбор Этого Направления Для них Был Вынужденным Вот такая Версия Появилась И сейчас Еще Посмотрю Так Дмитрий Пишет Неужели У них Было Ничего С собой В карманах Не было Ничего С собой В карманах Из оружия В карманах У кого У тех Кто бросал Ковнями Или тех Кто Убегал У этих Вот Маленьких Ребяток Так И Когда Время Карлики Для них Яна Пришло Эти Карлики Наши Потомки А Тут Еще Версия Такая Была Что Хорошо Если бы Они Пролетели Залеку Будущего Вроде Как Наши Потомки Через Тысячи Лет И Сразу Такой Ответ И Забыли Уже Земной Язык Напрочь Ну и да И внешне Изменились И еще Стали Немножечко Другой Формы Жизни Как В одной Не прозвучали Были озвучены В чате Я их Тебе Зачитал Ну Некоторые Моменты Я С удовольствием Во-первых Выслушал В надежде На то Что А вдруг У кого-то Свежая мысль Какая-то Появится Или свежая идея До которой Я не додумался Ну К слову Сказать Если Таковые Еще В процессе Передачи Или Даже позже Возникнут Подсказки Пожалуйста Пишите Я Постараюсь Не смеяться Там Над Какими-то Может быть Глупыми Догадками Отношусь Вот к таким Подсказкам Если они Конечно Не навязчивы Как К поводу Задуматься Потому что Есть такое Понятие Свежая голова Когда Занимаешься Какой-то Проблемой Уже 20 лет А я занимаюсь Вот Этой Историей 20 лет И конечно Прекрасно Понимаю Что может быть Я Уже Немножко В своих Стереотипах Каких-то Кручусь И Может быть Неплохо Было Как бы Какие-то Новые версии Рассмотреть Хотя Что называется Застояться С одной Версии Застоя Не получается И уже За эти 20 лет Столько Раз мы Перезагрузку Устраивали Этой Историей Что И не Сосчитать И вот Эта Фотография Которую Я Вам Рекомендовал Последние Несколько Минут Рассмотреть Тоже Фактически Повод К перезагрузке Вот Теперь Значит Вернусь К ней И объясню Какие Многозначительные Выводы Из этой Как Не очень Может быть Значительной Фотографии Следуют Ну конечно Не из самой Фотографии Из того Места Где Находятся Люди Фотографировал Я Панорамную Фотографию Сделал На снимке Присутствует К слову сказать Большой Огромный Привет Всем Участникам Нашей Экспедиции Увы Так сказать Здесь Они все Не поместились Потому что Человек Пять По честному Говорю Они действительно Есть в кадре Они Находятся В высоких Камышах И мы Видим Там Только Может быть Головы Чуть-чуть Торчат Сверху Но Пять человек В кадре Действительно Есть Можете Мне поверить И я Пользуясь Случаем Передаю И им И всем Остальным Людям Человек 40 у нас Было В экспедиции В этом Году Меня Слушают И В городе Петербурге И в Краснодаре И в Нальчике На участники Наших экспедиций Ну и конечно же В Свердловской И Челябинской Области У нас К слову Вчера Одна из наших Групп Встретилась В городе Ивдель Им предстоит Восхождение На гору Мертвецов Но это Другая уже История О ней Я расскажу Может быть В какой-то В какую-то Из следующих Передач Нас Слушают Участники Экспедиции Из Свердловской Области Вот там Стоит Единственный Человек Который Виден В полный Рост На фотографии Этот Человек Точнее Молодой Человек Дошкольник Это Сыночек Одно из Участников Наших Поисков Он Сам Из Свердловской Области Другие Люди Которые Значит Видны Там Хотя бы Макушки Голов Видны Из камышей Это Из Челябинской Области Из Челябинска Вот Им Всем Большой Огромный Привет И Огромное Спасибо За Это Расследование Краткие Итоги Которых Я сейчас Рассказываю Значит Чем Что Какие Выводы Следуют Из этой Фотографии Или Из Обследования Этого Места Значит Напомню В предыдущие Полчаса Нашего Разговора Что На это Место Нас Привел Свежий Очевидец Из города Озерска Два Мужчины Приехали Значит И Поведали Что Оказывается Многие Годы Один из Них Боялся Открывать Рот Потому Что Опасался Что Его Сочтут Сумасшедшим И Только Услышав О том Что Мы Знаем Про Нескольких Карликов Он Рассказал Что Проходил По вот Этому Участку Дороги Где Мы Мы Камни 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 Придорожные И Кидать В эти Камыши Значит Мужчина Подошел К ним Значит Не Зная Что Что Ему Предпринять Такой Ситуации Пытался Сам Рассмотреть Что В камышах И Обратился К Ним К Ребятам Ребята Вы Пацаны Вы Хотя Бы Видите В кого Кидайте Ну Пацаны Значит Радостно С Доблестными Такими Звонкими Голосами Героев Гордясь Своим Героическим Поступком Значит Объяснили Ему Что Дядя Конечно Мы Знаем И Вот Посмотрите Вон они Вон они Значит Мы Кидаем В маленьких Человечков Значит Которые От нас Стали Прятаться Убегать В эти Самые Камыши Но Вот Далее Так сказать По поведению Этих Этих Существ Потому Что Они Эти Существа Эти Человечки Я Называю Это Слово Которое Прознесли Пацаны Местные Значит Судя Потому Что Эти Человечки Не побежали Далеко В Камышовые Заросли А Жались Где-то Между Дорогой И Озером На самом Деле Вода На этой Фотографии Начинается Очень 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 Близко К дороге Она В этом Месте К Дороге Подходит Протока И если Вы Вглядитесь В фотографию Вы увидите Торчащую Трубу Которая Проходит Под Дорогой То есть Люди Которые Почти Не Видны Люди У которых Взрослые Люди Которых Мы Видим Только Макушки Торчащие Возвышающиеся Над Камышами На самом Деле Стоят В Воде Кто По Щиколотку Кто По Колено Но Все Они В Воде Для Взрослого Человека Это Не Очень Опасно Это Вообще Не Опасно Они Либо В Сапогах Либо В Шлепанцах Достаточно Теплая Погода Поэтому Им Комфортно В Воде Ну Я По крайней мере Надеюсь На Это Они Не Жаловались Но Существам У которых Рост 20-30 Сантиметров Находиться В этом Месте Просто Катастрофически Тяжело То есть Там Где Глубина Тоже 20-30 Сантиметров И Глубже То есть Еще Пару шагов Влево И И Там Уже Будет Полметра Вот В этом Вот В этом Узком Месте Находиться Им Было Весьма Некомфортно И Несмотря На То Вот Теперь Внимание Что С одной Стороны На них Сыпется Град Камней И Вот Там Пробьют Голову Кому Нибудь Несмотря На Это Они Сжались Находились Между Сылой И Харибдой С одной Стороны Вот Эта Угроза Камнями А с другой Стороны Угроза Водой И Но Тем не менее В воду Они Не Пошли Значит Опять же Какой Вывод Из этого Следует Что Эти Существа Воды Либо Ну Если Не Опасались То По крайней Мере Старались Ее Избегать Это Очень Важный Момент В нашей Истории Он Умеет Ключевое Значение Поскольку Значит Тут Один Один Товарищ Кстати Я Из форума Так Выхватил Некоторые Вопросы Которые Которые Мы Наверное Вернемся В конце Нашей Передачи Когда к Вопросу Конечно Да Вот Но Выхватил Так Кстати Один Из Вопросов По Поводу Судьбы НЛО Который Садился Рядом С Озер Манбаш Что Называется Вот К нему Мы Естественно Плавным Образом Подходим Наверное Люди Уже Следящие За Нашими Экспедициями Которые Раз за Разом Мы Устраиваем Это Место Знают И о Второй Целе Которую Мы Не Особенно Громко Афишируем И Стараемся Давать Очень Дозированную Информацию Всем Мы Говорим Что Больше Всего Нас Интересует Судьба Оставшейся В живых Этих Самых Кыштымских Существ И Это Действительно Так Нас Она Очень Сильно Интересует Но Не для Всех Еще Добавляем А еще Нас Интересует Судьба Того Аппарата На котором Они Прилетели Значит Логика 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 Которая Позволяет Нам Быть Уверенными Или Хотя бы Надеяться На то Что Аппарат Все еще Находится Где-то В этом Районе Логика Проста Если Эти Существа Прилетели На НЛО Но Не Улетели То есть Их Видели В этом Районе И Спустя Дни И Спустя Недели И даже Спустя Годы То есть Прошло Много лет Слухи Об их Появлении Ну Теперь Уже Не их А там Одного Какого-то Из этих Из этой Когорты Из этой Команды Существа Эти Рассказы Все еще Потихоньку До нас Доходят Раз Они Не улетели Значит Была Причина Не улететь Обычно Из Многочисленных Уфологических Рассказов Появление Каких-либо Непонятных Существ Заканчивается Столь же Быстро Как Эти Существа И появляются То есть Прилетели Там Сделали Какие-то Свои дела Удивили Напугали Аборигенов То есть Нас С вами И Быстренько Так сказать В спринтерском Режиме Улетели К себе Домой И Даже Спустя День Никаких Не то Что там Самих Существ Ну и часто И следов Их не найдешь Но в данном Случае Согласитесь Вот это вот Появление Гостей Что-то Слишком Затянулось И Это Затягивание Напрямую Подсказывает О том Что У этих Существ Видимо Не было Возможности Улететь Почему Значит Вероятнее всего Постарайтесь Проследить За Логической Цепочкой Вероятнее всего Речь идет О том Что Их Транспортное Средство Ну Вышло Из строя Или С ним Что-то Случилось Естественно Я В этой Связи Не могу Не Не уделить Большого Внимания Рассказам Очевидцев Которые Утверждали Что Видели Как НЛО Оно прилетало Не только Садилось Не только В тот В тот Вечер Когда Впервые Очевидцы Увидели Наших Карликов НЛО Появлялось И Последующие Дни И вот Одни Из Последующих Очевидцев Рассказывали Как видели Посадку НЛО Нам На воду Значит И Видимо Так сказать Эта Посадка Стала Для этого Объекта Последней Поскольку Очевидцы Не видели Чтобы Объект Взлетал Ну Знатоки Уфологии Естественно Воспримет Эту информацию Вполне Спокойно Ведь Много Было Случаев Чтобы Очевидцы Видели Как НЛО Влетает В воду Вылетает Из воды В разных Местах Концах Нашей планеты И в океанах И в озерах И в реках Такое Случалось И Знатоков Уфологии Таким Рассказом Не удивить Собственно Я не удивлять Кого-то Собираюсь Констатировать То что Если Очевидцы Видели Посадку На воду Но не Видели Взлета Это Первый Момент Второй Момент После Появления После Посадки У нас Появляются Несколько Существ И эти Существа Никуда Не исчезают Они Продолжают Двигаться Как-то Выживать Передвигаться В окрестностях Но Не улетают И вот И третий Очень важный Момент И этот Третий Важный Момент Подсказал Нам Случай С этой Фотографией Эти Существа Боятся Воды Опасаются Воды Откуда Я Ну конечно Косвенно Могу Это Утверждать Ну во-первых Из Того Рассказа Очевидца О котором Я только Что Поведал То есть Несмотря На то Что Эти Существа Находились Под Градом Камней И Вообще По логике Им следовало Бы Как можно Дальше От пацанов Уйти В сторону Зарослей Надо сказать Заросли Там Густые Отойдите Еще На пару Метров И там Большого Человека Вы можете Потерять Из виду По фотографии Вы видите Там едва Едва Угадывается Пара Человек И то Там От одного Человека Только То ли Спина То ли Наверное Все-таки Спина Видна То есть Понятно Даже Нельзя Это Человек Или Не Человек А на самом Деле Их Там Четыре Или пять Наших Людей То есть Иными словами Если Взрослые люди Там Не видны То Карлики Не видны Будут И подавно Во-первых Я Догадался Это Из рассказа Этого Очевидца А во-вторых После того Как Постоял На этом Месте Как бы Скать Поставил Себя Что ли На место Этих Самых Карликов Попытался Представить Себе На Несколько Минут Почему Они Здесь Оказались И Внимательно Разглядывая Это место До меня Дошел Ответ Я понял Почему Дело В том Что Двигаться Вдоль Озера По высокой Траве И оставаться При этом Незамеченными Эти Маленькие Существа 20-30 Сантиметров Ростом Вполне Могли Абсолютно Безбоязненно Это делать Они могли Обойти Все Озеро Вплоть До этого Места И При этом Не опасаться Быть увиденными То есть Не опасаться Попасться На глаза Таким Нехорошим Аборигенам Которые В них Китаются Камнями Но В этом Месте Это Как раз Единственное И самое Узкое Место На их Пути Они Они Вынуждены Выйти Из травы На обочину Дороги Потому что Вода Подходит Буквально К дороге То есть Вода Начинается В одном Шаге От обочины Вот там Где На фотографии Видна Левая обочина И Видна Труба Торчащая Под дорогой Вот считайте Если вы видите Трубу Считайте Что вы уже Видите и воду Она Она рядом Это самое Узкое Место Такой Свообразный Перешеек И Как бы вы Не стремились Спрятаться И И оставаться Незамеченным У вас Есть Только два Варианта Как можно Пересечь Это узкое Узкую горловину Узкое место Ну Я Может быть Назову Третий вариант Еще Пересечь Это опасное Место Ночью Но Поскольку Поскольку События Происходили Днем Поэтому Пока Исключим Этот вариант Будем Исходить Из варианта Что Стоял Июльский Светлый день Было Светло И перед Группой Карликов Которая Шла В нашем Направлении Если судить По снимку По той Стрелочке Которая Нарисована Значит Со стороны Горизонта Со стороны Тех Дач Который Один из Наших Радиослушателей Забыл Его То ли имя То ли Должность Кажется Он назвал Себя Рептилоидом Вот Он Заметил Послушайте Он Вообще Может быть Один из Участников Этих Событий Потому что Вдалеке Видны Дома Я только сейчас Сообразил Видны дома Но Что это за дома По фотографии Понять невозможно И надо Быть на месте Вадим Может быть Он просто был В той группе Которую вы ищете Поэтому он так И представился Да Вы знаете Что-то у меня Полезы такие Странные мысли Что откуда он знает Что эти дома Дачи Вот Я думаю Что любому человеку Если эту фотографию Показать Он в лучшем случае Увидит какие-то дома Но то что это Дачные участки По фотографии Абсолютно Сказать невозможно Но тем не менее Он угадал Либо угадал Либо знал Как бы Оставим Пока этот вопрос Мы с ним Попозже Разберемся И выясним Что за человек Пардон А человек ли Слушает Что за человек Нас слушает Кто скрывается Под личиной рептилоида Да Пожалуйста Так сказать Выйдите на связь И признайтесь честно Ну Теперь Теперь серьезно Значит Вот представьте себе Еще раз Эту узкую горловину Представьте себе Что Вам Что вы Это не вы А Низкорослое Человекоподобное существо Ростом 20-30 сантиметров Вас Абсолютно Невозможно Заметить В траве Но Увы Так сказать Вам нужно Пересечь Это опасное Место Эту горловину И вот Перед вами Два Варианта Либо Вы Пересекаете ее Оставаясь Невидимым Абсолютно Гарантированно Невидимым Пересекая ее По воде Ну для этого Вам придется Идти по воде Там По горлам Может быть В воде Может быть Там По пояс Ну В любом случае А может быть Даже плыть Ну если вы Плаваете То Не важно Какой глубины Будет водная Преграда Либо Второй вариант Вам нужно Выйти На обочину И пройти Метров Наверное Пять Как минимум Может быть Там Почти Десять Но не больше Но это Напомню Метры Это В общем-то Это Десять Крупных Шагов Для человека Но Если Их шагами Мерить То Это Сто метров Пройти Сто метров Как бы сказать По местности Которая Хорошо Просматривается Наверное Это Опасное Действо И Учитывая Что Карлики Уже До этого Подвергались Нападениям Со стороны Подростков И вот Здесь Я отвечаю Так Мимоходом Отвечаю Еще на Один вопрос Который Заметил В форуме Там Краем Глаза Там Кто-то Из людей Забыл Как его Завод Спрашивал Карлики Враги Нам Или Друзья То есть Они Прибыли С агрессией С войной Или Еще С чем-то Ну Я Пожалуй Не буду Давать Точный Ответ На этот Вопрос Но я думаю Радиослушатели Уже Сами догадываются Что Если бы Они были Врагами Наверное Они бы Не шарахались Не прятались От наших Детей Наверное Не знаю Они бы Бластерами Мощными Там Поставили бы Нас на место Объяснили мы Нам Очень быстро Наше место В Биологической Цепочке И Наше Место Во вселенной Тем более Что Судя по всему Какие-то Мощные Устройства Типа наших Боевых Лазеров У них Все-таки Были Ну Одним Словом На врагов Они Не сильно Их действия Не сильно Похожи И Если говорить О какой-то Агрессии Ну Пусть Конечно В таком В исполнении Наших Братьев Наших Меньших Я имею ввиду Наших Пацанов Детишек Которые В 90-х Годах Значит Обкидывали Камнями Может быть Для нас Это Их Действия Шуточные И Там Почти что Игра Можно сказать Если для нас Это не Более чем Игра Там Веселое Время Провождение То для Маленьких Существ Которые Рискуют Получить По голове Камешком Сами понимаете Это не совсем Шутки Это не совсем Игра Это Вполне Может быть Что для Кого-то Из таких Карликов Встреча С местными Мальчишками Закончилась Очень плохо Напомним Через Несколько Дней После Этих Событий О которых Я Рассказываю Бабушка Просверина Подберет Недалеко От этого Места Возле Колодца Раненого Карлика Которого Позже Назовет Авлешенькой То есть Кто его ранил Это Все еще Так сказать Вопрос Но не исключено Что Мы уже знаем Ответ на этот вопрос Просто так сказать Прознеси вслух Я Не берусь Не знаю Но ты так намекаешь Мягко Что так Один камень Все-таки Долетел Ну Я могу Это допустить Естественно Естественно Рядом Не стоял И попадание Как на Олимпиаде Жюри Не фиксировал Надо учитывать Что сейчас Этим мальчикам О которых Идет речь Ему уже Под 30 Сейчас Как минимум Абсолютно Точно И Некоторые Из этих Мальчиков К слову Сказать К нам Иногда Приезжают Может быть И слушают И один Из таких Мальчиков Подходил Ну Мальчиков Извините Конечно Уважаемый Мальчик Который Вдруг Он нас Сейчас Слушает У мальчика У самого Такие же Мальчики Не скажешь Что девочкам Пусть Первый Брось Мягками То скажешь Что это Девочки Конечно Это бывший Мальчик Сейчас Дядя Уже Вполне Солидный И у этого Дяди У самого Уже Пацаны Бегают И Понятное дело Главе Семейства Через 20 лет Прийти Признаться Был грешен Дурак Это я его Подстрелил Вот Вы не поверите Именно Такие слова В конце 90-х Когда они Еще были Уже Не мальчиками Но уже Парнями Еще Дуль В голове До конца Не выветрилась Вот эти слова От них Я тогда Слышал Но Сейчас Когда они Уже Солидные Дяди Конечно Не пристало Им Признаваться Вот в таких Глупостях Но тем не менее Вот один из таких Мужчин Подходил После доклада Ко мне Две недели Назад И Рассказал Вот Как бы сказать Не упоминайте меня Ну По понятным причинам Ну Такой случай был Правда Когда я его Я уже знал Про эту историю С Вот Вот с этим местом Ключевым местом На берегу Анбаша И Я подумал Это и есть Тот самый Пацан Но нет Оказалось Он Встретил Человечка И обстреливал Человечка Все-таки На дачах То есть Не на этом месте Так что К вопросу О Враждебности Этих самых Карликов Я думаю Что Картина У нас Складывается Прямо Противоположно Кто Кто еще Враждебен Это Что называется Это вопрос Очень даже Интересный Но Тем не менее Сейчас я не морали Читаю И Не Не Славлю Мальчиков Все мы когда-то были Мальчиками и девочками Что называется И не такое Может быть Вытворяли Так что Ну что было То было Да Что было То было Да Не будем Что называется Тут Сильно Напирать Но Сами понимаете Когда Получаешь По голове Камнем То Как-то Вот Не сильно Делаешь Скидку На Возраст Таких Шутников В кавычках Ну Тем не менее Главный Вывод Который Из этого Последовал Несмотря На то Что Нескоростным Существам Предстояло Вот для Преодоления Этой узкой Горловины Пересечь Целых Сто Шагов Ну там Примерно Сто Шагов Опасного Пространства Тем не менее Так сказать Они на это Рискнули Несмотря на то Что Они вполне Могли Так сказать Не выходить На Простреливаемую Страшными Ужасными Землянами Площадь А вполне Могли Пересечь Это пространство Вот По водной Глади Ну они Этого Не делают Подвергая Свою жизнь Опасности Значит Я не знаю Опять же Рядом В качестве Судьи Не стоял И тот Мужчина Который нам Это все Рассказывал Тоже не может Точно Так сказать Сказать Попадали Камнями Пацаны Или не Попадали Потому что Кидали они Конечно По четко Видимым Целям То есть Вот этих Маленьких Человечков Они видели Четко Но Тем не менее Так сказать Попробуйте Вы по бегущей Мишени Ростом 20 сантиметров Попасть С нескольких Метров Ну если Получится Что называется Расскажете Но Скорее всего Они По крайней мере Не всегда Попадали И вот В расчете На то Что может быть То есть Я допущение Делаю А вдруг Мы решили Так А вдруг Все таки Какой-то Из этих Мальчиков Попал Что было бы С таким Существом Если Попадание Было Смертельным То Труп Этого существа Надо там И искать И вот Раскрываю Одну из Загадок Этой фотографии Что делают Наши Взрослые Ребята В количестве Четырех Пяти Человек В этих Камышах Они Ищут Хоть Какие-то Следы То есть Я их просил Подбирать Все что Непонятно Ну конечно Я не рассчитываю Там скафандр Или еще что-то Так сказать Найти Но Втайне Конечно Я надеялся Что если Труп был Если Убили Случайно Или смертельно Раленый Камнем Кого-то Из этих Существ То скорее всего Этот Труп Там и Остался Но Сами понимаете Найти В густых Зарослях Многолетних К слову Сказать Если бы Как я жалею Что мы Не узнали Об этом Событие 20 лет назад Уважаемые очевидцы Рассказывайте Пожалуйста Нам Как можно Оперативнее О таких встречах По другому Настать вопрос Скафандр верните Или хотя бы Так Да В общем Одним словом Несмотря на все Героические Попытки Наших Замечательных Участников Экспедиции Огромный привет И второй раз Найти Тело мы не сумели Ну То ли плохо искали То ли Найти было тяжело То ли Облегченно вздохнем Может быть Трупа там И не было То есть Может быть Пацаны не попали Может быть Никого не убили А только ранили Там И вот Через некоторое время Один из этих существ И попал Так сказать В раненом виде Тамаре Просвириной Одним словом Вот этот инцидент Нес для меня Ответы сразу На несколько вопросов Во-первых По какому пути Двигались Карлики Вдоль Анбаша То есть С точки приземления В точку Где их видели Позже К слову сказать От Этого места Где пацаны Подвергли их Обстрелу До места Где Тамара Просвирина Через несколько Дней Найдет Раненого В общем Даже для раненого Они так далеко То есть Вполне может быть Что Это и есть Последствия Вот этого события Но Самое главное Теперь мы знаем В каком направлении Они двигались дальше То есть Какую линию Какой Азимут Держали В своем движении И Сами понимаете Теперь мы Продолжая Эту линию Понимаем Куда надо Двигаться И где дальше Искать следы Их Дальнейшего Продвижения Ну и Еще важный момент На него Я уже Обратил внимание Теперь я понимаю Для меня Как бы сказать Сложилось Раньше Это была догадка Не более чем Допущение А сейчас Эта догадка Превратилась В уверенность Что у этих существ Есть Очень Выраженная Водобоязнь Ну Вполне может быть Что они И могут Плавать Но Как наши Кошки Как некоторые Другие виды Животных Они плавать Могут Но очень Очень Не любят И даже Под угрозой Вот такого Опасного Смертельного Нападения Со стороны Детей наших Даже в этом Случае Они не лезут И не уплывают Значит И вот Это Естественно Объясняет Мне Почему Объект Который лежит Сейчас На дне Озера Теперь Мы подошли Для меня К самому Главному Для кого-то Может быть Это пока Еще не Самое Главное Но Главная Цель Нашего Нашей Экспедиции Крайний Не последний К сожалению То есть Нам не удалось Поставить Точку В этом Вопросе Хоть мы И старались И привезли Для Точной Локализации Этого Места Места Захоронения На дне Озера Дискообразного Объекта Диаметром 4 метра Ну Почему Я об этом Знаю Это Во-первых Со слов Очевидцев Во-вторых Такие данные Следуют Из описания Из картинки Которые мы могли Наблюдать На экране Эхолота То есть Несколько лет Назад Мы этот Объект Видели На экране Эхолота И В 2002 Году Судя по Картинке Эхолота Можно было Понять Что В этом Дискообразном Объекте На тот момент Внутри Находился Воздух Эхолот Ну Кто Пользовался Эхолотом Тот знает Он позволяет Этот прибор Просвечивая Воду И Часть дна Под водой Он позволяет Сепарировать То есть Четко различать Оператору Гидролокатора Или оператору Эхолота Четко различать Твердую поверхность Или твердые объекты Мягкие объекты Ну твердые Это там Камни Песок Глина Мягкие объекты Это Там Животные Трупы Рыбу И так далее Воздух И воду Вот Четыре Четыре Субстанции Четко между собой Разделяет Этот Прибор И Судя по данным Этого прибора Получалось Что Внутри Этого дискообразного Объекта Должен Быть воздух То есть Он Не пропускает Видимо На тот момент Он сохранял Герметичность И Воздух Не ушел Изнутри Вода Не просочилась Внутри Этого объекта То есть Такая Кастрюлька С крышечкой На которой Кто-то Мог прилететь С очень плотной Крышечкой Или Люком Пусть Не будем Так уж Пренебрежительно Об этом Устройстве Говорить То есть Вполне Может быть Что Они успели Покидая Своё Тонущее Терпящее Бедство Судно Успели Люк Закрыть А может быть И Не И не Терпели Они бедствия Просто Так сказать Покинули Там По своим делам А когда вернулись Оказалось Объект Утонул В общем Как это происходило Опять же Мы Пытаемся Реконструировать Эти события Вот Но Когда в этом году Мы вознамерились Начать подъём Этого Корабля Судна Объекта Называйте Как хотите Поскольку Точного названия Для него пока нет Вот Когда мы Прибыли на место Ситуация Коренным образом Изменилась Во-первых Изменилась Изменился уровень воды К сожалению Тот уровень На который мы рассчитывали Был Изначально Меньше Ну и соответственно Когда вода Поднялась Понятно Что Проводить Подводные Подъёмные Работы Под водой Оказалось Сложнее Это первое Второе Оказалось Что Точная Привязка К тому Месту Где лежал Этот объект На дне Изменилась И нам Пришлось Искать его По новой Значит На этот раз Мы привезли Более мощный Геолокатор Более мощный Чем был раньше Значит Нашли Предположительно Место Где Лежит Похожий Объект Но Нас ждал Еще один Неприятный Сюрприз Этот Геолокатор Показывал Что внутри Этого Объекта Вода То есть Я Ну или по крайней мере Воздуха нет Тоже Так сказать Пока не подняли Я не могу Утверждать Это с большой Долей вероятности Но судя По Разрезу По той Картинке Которая Дается В разрезе Я сейчас Понимаю Что Ситуация Ухудшилась Для нас Во-первых Объект Ушел дальше В Ил Глубже В Ил Во-вторых Он сместился Относительно Той точки Где Мы его Видели Раньше И в-третьих Что видимо Он заполнился Водой Ну Там течение Есть какое-то Чтобы Предположить Что течение Могло снести Нет Я бы сказал Если оно и есть У нас только слабое Что им можно Пренебречь Это все-таки Озеро Это не река Не горная река И даже там Не проток Кто или что Его могло сместить К сожалению Да У меня есть предположение Но уверенности нет И я лишь Констатирую Вот Тот неприятный сюрприз Который нас ждал И Этот неприятный сюрприз Заключался в том Что План технический Который мы Строили Вот По подъему Этого Объекта Он К сожалению Рассыпался То есть Технически Решить Задачу Подъема Этого Объекта Нам не удалось Поскольку мы Рассчитывали На одно Ко всем сюрпризам Готовы не были Вот Поэтому Пока мы Опять сделали Паузу Вот в этом вопросе И Хоть нам и хотелось На 20-летие Этой истории Поставить Жирную точку Но Как бы сказать Опять Мы ставим запятую Но Люди Которые Вместе с нами Там на протяжении Двух недель Под палящим Солнцем Не за страх А за совесть Занимались Этими Интереснейшими Исследованиями Захватывающими Ну Все люди Которые Были с нами Брали с меня Честное слово Что мы обязательно На следующий год Приедем И повторим Свои попытки Но я это Рассказываю Конечно В тайне Надежде На то Что может быть Нам кто-то Поможет Техникой Поскольку Задача Из Чисто поисковой Все больше и больше Перерастает В задачу техническую И задача Как вы понимаете Весьма-весьма Непростая Но Чем закончится Этот Подъем Этот поиск Естественно Как и в любом Расследовании Ни киношном Ни Настоящем Научном Поисковом Расследовании Никто заранее Не знает Ответа Хотя Что называется Люди Которые Следят За этим Делом Наверняка Уже У них Может быть Слушая мой Рассказ Уже Случилось Дежавю И кто-то Может быть Сказал Черт возьми Я знаю Чем закончилась Эта история Но Это Могли сказать Только люди Которые Видели Окончание Этой истории В художественном Фильме Эта история Уже была Экранизирована Вышел Несколько лет Назад Фильм Который Называется Внеземной Я Очень советую Этот фильм Посмотреть Хотя Я сам Очень долго Так сказать Не хотел этого Делать Но В конце концов Решился Ну Не хотел делать Потому что Конечно Я отношусь К этой истории Гораздо Я Не просто Участник Этой истории Для меня Она прошла Через мою жизнь Конечно Я здесь Предвзятый Зритель И Конечно Так сказать Я Очень много Наверное Требовал От режиссера Который со мной Советовался При Создании Этого фильма Но Видимо В конце концов Я его Достал Своими придирками Я стремился К Больше документальности К тому Чтобы Фильм Был Действительно Исходил Из Из Реальных Состоял из Реальных Событий Ну Сейчас Я как бы Скать Каюсь Понимаю Что Любого Режиссера Художественного Кино Подчеркиваю Разницу То есть Я Требований Своих Планку Своих Требований К Режиссерам Документального Кино Не снижаю Но Кстати Понимаю Что Требования К Режиссерам Художественного Кино Должны быть Наверное Несколько Более Мягкими Все-таки Художник Имеет право На На свой Взгляд На свою Фантазию И вот Режиссер Услышав Историю О Утонувшем НЛО Конечно Решил Эту Проблему И там Главный Герой В котором Легко Угадывается Ваш Покорный Слуга Там Уфолог Вадим С Майкой Моей В общем Фигурирует В этом Фильме И Так же Как и Несколько Других Героев Которых Там Легко Угадываются Реальные Персонажи Ну Часть Этих Персонажей Еще Жива Вот Там Есть Главный Герой Следователь В котором Угадывается Владимир Бендлин Ныне Живой Здравствующий Некоторые Герои Которые Умерли Тоже Там Угадываются И вот Среди Них Есть Герой Который Играет Меня И Этот Герой В отличие От Меня Он Уже Поднял Этот Упавший НЛО Нашел Кран Подцепил Кран Ну Сразу Скажу Кран К сожалению Не подходит Потому что Там Достаточно Далеко От берега Там Нужны Какие-то Другие Технические Средства Не Вадим Он Вытащил Что Ты Паришься Сходил бы К нему Раз Он Достал И Взял бы Все Что Ты Мучаешься С вашего Позволения Рассказывать А то Будет Неинтересно Посмотреть Поэтому Кому Кто еще Не увидел Этот фильм Тот Посмотрит Но Наш Фильм Точнее Наша Реальность Которая Безусловно Гораздо Интереснее Чем Любой Фильм Наша Наш Фрагмент Этой Истории Еще Не Закончен Так Что Я Очень Надеюсь Что С чьей-либо Помощью Или Как Всегда Самостоятельно Но Мы Попытаемся В последующие Года Сделать Дальнейшую Попытку Поднять Его Или Покрайней Проникнуть Либо Поднять Его Либо Опуститься К нему У нас В России Обычно Говорят Не надо Помогать Главное Не мешайте Ну Пока Не мешают Скажу Честно Не будем Гневить Бога И Надо Радоваться Тому Что есть Мешать Не мешают Хотя Периодически Приезжают Интересуются Представители Местных Властей Исполнительные Люди Вспоминая Фильм Добро пожаловать По сторонам Вход Спрещен С очком А что Это Вы тут Делаете Такие Добрые Ребята Приходят Мешать Не мешают Да Интересуются Осторожно Но Пока что Мы держим Место Будущего Подъема Втайне Поэтому Рассказывать Мы рассказываем Местным властям Но Показывать Пальцем На эту точку Не показываем Поэтому Пока я Рассказываю Уважаемым Радиослушателям Ход этого Интереснейшего Расследования Все-таки Отдаю себе Отчет Координаты Координаты Того Что мы Поднимаем На схеме Которые Перед вашими глазами Возможно Еще есть На этой схеме Они конечно Не обозначены Ну Равно как И на других Схемах Так что Хотя бы В этом Я так сказать Немножко Перестраховался Но Еще раз Повторюсь История Это Гораздо Интереснее Оказалось Чем Представлялась Раньше Она не закончилась Эта история Гибелью Одного Единственного Существа Того самого Карлика Который Назовут Алешенькой Естественно Она стала Более сложной И более Интересной Чем Споры Людей Между собой О кем Являлось Это существо Ну Я Наверное Еще Несколько Слов Скажу И об этой Части Расследования Попутно Конечно Занимаясь Поисками Оставшихся Пропавших Карликов И поисками Вот этого Утонувшего Объекта Попутно Конечно Мы искали Очень долго И Следы Точнее Остатки Останки Тел И само Тело Вот того Экземпляра Который Называется Алешенькой Я уже Упоминал В начале Нашего Разговора О том Что Знаем Кто и куда Обманным Путем Увез Это тело К сожалению Несмотря на Наши попытки Это тело Заполучить К сожалению Они не Увенчались Успехом Это Я Специально Это Уточняю Потому Что В Некоторых Форумах Я вижу Ошибочные Упоминания Это Видимо Пишут Те Слышали Звон Но не Знают Где он Некоторые Думают Некоторые Утверждают Не знаю Ошибочные Или По злому Умыслу Что Карлик Находится У меня Он Никогда У меня Не был И К сожалению Я это Говорю Несмотря на То Что Мы Неоднократно Попытки Делали Его Заполучить Но Вот Этих Похитителей Мы не Сумели Его Выкупить Уточню Выкупали Пытались Выкупить Этого Карлика Не Японцы Которым Которым Это Приписывают Выкупали Мы За Японские Деньги Пообещав Японцам Взамен Того Что Они Выкупят Карлика Для Нас Предоставить Эксклюзивные Права На Видеосъемку Эти Эксклюзивные Права Для них Оказались Более Чем Достаточным Предлогом И они Обещали Профинансировать Эту Сделку Вот Но К сожалению Эта Сделка Сорвалась По Независимым От нас Причинам Вот Выкупить Не удалось Поэтому Тело До сих пор Находится У этих Похитителей Сейчас Сначала Они Утверждали Что Тело У них Похитили Другие Инопланетяне Это Было Провернуто Потом Они Заявляли Что Тело Они Потеряли Это Тоже Было Провернуто И Вот Наконец Очередная Пятая Шестая Сбился Со счету Сколько Было Версий До Того Очередная Последняя Версия Что Якобы Это Тело Они Похоронили И Даже Утверждают Что Якобы Под Симферополем Что На мой Взгляд Полная Чушь Что Называется Конечно Я не могу Утверждать Это Со Стопроцентной Уверенностью Но Мне Эта Версия Кажется Такой же Это Место Находится В Крыму И Несколько Лет Назад Симферополь Можно Попасть Было Только Минуя Две Таможни А Вести Труп Через Две Таможни Более Смешной Истории Я Давно Не Слышал Более Смешного Анекдота Чтобы Похоронить Труп Не важно Это труп Инопланетянина Или Вашего Соседа Но Вести Через Две Таможни По-моему Это Самое Не то что Глупое Занятие Это Да даже Смешно Так сказать Серьез Обсуждать Эту тему Но Тем не менее Сейчас В настоящий Момент Это Даже Не версия Это Априори Утверждение На уровне Того Что давайте Поставим Памятник Этому Существующему В Симферополе Раз уж Там он Похоронен Вот Эта Версия Превратилась Уже В Истину В последней Инстанции Ну Я думаю Что Тоже Не навсегда Рано Или поздно Мы выясним Где в реальности Это тело Вряд ли Думаю Оно похоронено Люди Которые Хотели Его Продать Вряд ли Своими Руками Похоронили Бо Его Закопали Бо В землю Такие инвестиции Не закапывают Тем более Не везут Для того Чтобы закопать Через две Там Таможни Если уж вам Хочется Так закопать Сделайте Это В своем Огороде На своей Даче Не связываясь Ни с какими Таможенниками Но Вадим Может быть Они нашли Завещание Этого Алешеньки Где было Написано Похороните Меня В том месте Координаты Такие Такие И все Нормально Они Альтруисты Они сказали Да Мы Выполним И поехали Я Воль Мой Фюрер Да Типа того Я Красивая Версия Я думаю Что Они Воспользуются Этой Версией И Скажут Вам Спасибо За Подсказали Им Как Правильно Говорить Понятно Не Забудьте На наш Счет Перечислить За Предоставленную Версию Какую Сумму Мы Выставим Миллион Миллион Долларов Хватит Я думаю Что И копейки Мы Мы С них Не Отсудим Но Отсудил бы Карлика Мне Не Деньги Нужны Но Как Вы Догадываетесь Все Эти Годы Мы Конечно Надеялись Тело Заполучить Но Пока Все Еще Оно Для Нас Недоступно Несмотря На То Что На Некоторых Форумах Утверждается Обратно Что Оно Чуть ли У меня Дома К сожалению Это Не Так Вот Но У меня Зато Есть Генетический Материал Не Сам Карлик А Генетический Материал И Вот Здесь Огромное Спасибо Человеку Который Этот Материал Подарил Я Долгие Годы Скрывал Имя Этого Человека И Вот Сейчас Наконец Наверное Уже Стоит Срух Произнести Заодно Объяснив Причину Почему Я Скрывал Имя Этого Человека Дело В том Что Когда Мы Еще В 90-х И начале 2000-х Годов Искали Помимо Того Что Искали Телом Мы Искали И Генетический Материал И Я Понимал Что Генетический Материал Ну Вражаясь Простым Языком Выделение Существа Это Могли Быть Потовые Выделения Или же Вот Здесь Я Все Больше И Больше Приходил К Мысли Что Должны Быть И кровяные Выделения Почему Потому Что Я Судил По Описанию Трупа Судил По Видеозаписи Трупа И Видел Прекрасно Обратил Внимание На то На что Почему-то Никто Попоразительно Но никто За все эти годы До меня Не обращал Внимания На то Что Черепная Коробка У этого Существа Была Очень сильно Не просто Деформирована Она была Сломана Да Все Обращали Внимание На удивительную Форму Этой Черепной Коробки Ее Иногда Для простоты Для образности Называют Тюльпанообразной Как у Цветка Тюльпана Из лепестков Складывается Такая Вот Головка Цветка С Большой Шишечкой Такой Свообразной Шапочкой Характерной Характерной Формы И из-за Этой Характерной Формы Некоторые Исследователи Считают Каштымского Карлика Гномом Мол У гномов Тоже Такие Остроконечные Вытянутые Головки Да Так говорят Как будто Они этих Гломов Каждый день Видели По крайней мере На картинках Не будем Уж строги К этим Исследователям Я Честно говоря Не склоняюсь К той же Версии Мало того То что я Рассказал 15 минутами Ранее Что оказывается Теперь Вот с этого года Я убедился В том что Наши Существа Наши Каштымские Оказывается Пренебрегали И опасались И избегали Воды Вот такая Водобоязнь Ну не знаю Правомерно ли Ее назвать Водобоязнью Ну по крайней мере Водопренебрежение Извините За такой Ненаучный термин Явно Не соответствует Их образу Гномов Подземных Существ И Те кто Живет Под землей Пренебрегать Сыростью Водой Ну просто Вот не может Потому что Там Иначе И жить невозможно Сухих пещер Практически И не бывает Ну по крайней мере На Урале Все пещеры Сырые В том числе И ближайшая Пещера Сугамакская Которую мы Проверяя Эту версию Несмотря на то Что эта версия Не наша Несмотря на то Что я ее Не разделяю Но тем не менее По честному В этом и есть наука Вопрос не в том Во что ты веришь Вопрос в том Что ты Проверяешь Вопрос в том Что ты знаешь И поэтому Мы эту версию Проверили По честному Ближайшие пещеры В том числе Сугамакскую Мы облазили Вдоль и поперек Я утверждаю Что там нет Каких-либо Так сказать Не только следов Но и Ходов Вот Была устойчивая Версия В начале 2000-х Такая почти Устоявшаяся Городская Быличка Кыштымская И нам Жители Кыштыма Так по полушепотам Говорили Что ходят Слухи Что таких Карликов Видели В Сугамакской Пещере И что они Оттуда Якобы По каким-то Секретным ходам Для человека Неизвестным Они проникают В город Сугамакская Пещера Кто не знает Сказать Если вы не были В Кыштыме Если вы будете В Кыштыме Обязательно Заедьте На эту Сугамакскую Пещеру Место великолепное Тем более Что В этой пещере Есть Очень Интересные Письмена Есть правда Письмена Которым Исписан Второй зал Там их всего Три зала И Второй зал Исписан Такими Убористыми Многочисленными Иероглифами Но я Раскрою тайну Иероглифы Конечно В кавычках Надо взять Это природа Написала Иногда Она Позволяет Себе И узоры На стекле Морозные Делать И вот Такие Геологические Письмена В кавычках Во втором зале Она оставила Но выглядят Они действительно Потрясающе И ничего Подобного Я ни в одной Российской пещере Я был в сотнях Пещер Я не видел Ничего подобного Вот Но Вы увидите Обязательно Эти письмена Но Самое удивительное Не это Это все-таки Я сказал Это письмена В кавычках Природные А там есть Даже письмена Не современные Обратите внимание Там Здесь был Вася Киса И Ося К сожалению Так сказать Вандалы Там тоже Так сказать Отметились Не обращайте Внимания На них Обратите внимание В первом зале Там будет Древняя запись Вот это Более интересно Но Что называется Я Немножко Немножко Так сказать Славы Заслуженной Славы Конечно Которую Которую Эта пещера Заслуживает Воздал Время Но Тем не менее Так сказать Время этому Уделил Но тем не менее Я Честно говорю Проверенная Версия Связи Кыштымского Карлика С этой пещерой Не подтвердилась И Точно так же Я могу Уверенно Сказать Что Версия Что Эти существа Имеют Подземное Происхождение Ну Гномы Они там Или чуть Или еще Как не назови Вариант Что они Базировали Базируются Живут И появляются Из-под земли Ну Этот вариант Я считаю С каждым С каждым разом Все менее Вероятным Хотя бы Вот на основании Их водобоязни Но Я говорил О форме Черепа И Сказав Что это Череп Тюльпанообразный Термин Немой Вот Эта Особенность Этого черепа Состоит в том Что Череп Совсем Нечеловеческий То есть Напомню Тем Кто Может быть Забыл Основы биологии Изучаемой В школе Что Человеческий Череп Состоит Из шести Пластин И Эти пластины У младенцев Подвижны И Между ними Есть В младенческом Возрасте Есть Даже Отверстия Младенческие Которые Постепенно Сначала Зарастают Хрящами А потом Зарастают Костями И Во взрослом Состоянии Кости Уже Крепко Схватывают Наш череп Состоящий Из шести Пластин А вот Этот череп Судя по Видеозаписи Это отлично Видно Отлично Читается Состоит Из четырех Пластин Абсолютно Другой формы И Вот эти Пластины Составляют Из себя Некую Фигуру Шишкообразную Остроконечную Которую Называют Тюльпанообразным Черепом И вот На это все Обратили внимание Но До меня Почему-то Никому не приходило В голову Заострить Внимание На На том Что две Пластины Между собой Явно Судя по Видеозаписи Разошлись И Это говорит о том Что Череп Проломлен То есть Вот такой Вид Повреждения Черепа Может наступить В случае Мягкой То есть Не ударной А именно Мягкой То есть Медленной Компрессии То есть Сжатия То есть По-русски Скажу Кто-то Я даже знаю Фамилию Этого Кого-то Этот человек Я уже Упоминал Про него Сейчас Уважаемый Бизнесмен Местный Сменивший Свою фамилию Вот он В пьяном Виде Сел Просто элементарно Сел И раздавил Своим Мягким Местом Видимо Так сказать Нелегким Раздавил Голову Этому Существу И вот Догадывавшись Тогда я еще Догадывался Теперь я знаю Это точно Догадывавшись Я искал Диван На котором Произошла Эта трагедия К сожалению Диван К тому моменту Когда До меня Дошла Так сказать Мысль Организовать Поиски Диван К тому моменту Пропал Бесследно Хозяева Квартиры Сменились Там Сейчас И другие Хозяева И другая Мебель И соответственно Ни о каком Диване Речь Не шла Тем не менее Мы пытались Найти следы Этого Старушичьего Дивана Наверняка Мы думали Его В лучшем Случае Поместили В какую-нибудь Старушку В какую-нибудь Там На гараже Может быть Там Во дворах Иногда Там старые диваны Ставят Ну В худшем Случае На свалку Отвезли И Вот Мы пытались Искать Везде По всем Возможным Адресам Объявляли Объявляли Даже Так сказать По радио По местному И я Обращался Через Местную Газету Кыштынские Рабочие Но К сожалению Диван Этот Так и Не был Найден А когда Приехали Японцы Я Предложил Почему бы Не воспользоваться Японскими Деньгами И предложил Вариант Сумеют ли Японцы Проспонсировать То есть Наградить Деньгами Того Кто Принесет Этот диван Для чего Диван Точнее Его Обивку Конечно Сам диван Мне не нужен Был Его Обивку Я бы Снял И Взял Себе На исследование И вот Для Генетических Исследований Обивка Бы Пригодилась И Японцы Загорелись Этой идеей Пошли Мне навстречу И пообещали Щедро Наградить Того Кто принесет Диван Или хотя бы Обивку С него Значит И вот Ажиотаж По поводу Этого дивана Был огромен Потому что Фантазии Сколько Японцы Могут Заплатить За диван Конечно Фантазии У людей Разгорались Но в реальности Конечно Не заплатили Никому Потому что Дивана К сожалению Нужного Имеется Ввиду Необык Нужен Был Дивана К сожалению Не нашли И Вот Все это время Как оказалось Владелец Генетического Материала Был жив Он Прекрасно Он Мало того Он находился Рядом С нами Мы Периодически С этим владельцем Встречались И о том Что Я Разыскивал Этот диван И что Японцы Обещали За этот диван Отвалить Какую-то Приличную сумму Этот человек Слышал Но Молчал И вот Только После того Как Японцы Уехали А я Остался Только после Этого Этот человек Ко мне Подошел И попросил Чтобы я Никому не Рассказывал О том Что этот человек Скрыл Попросил Вот Сохранить Это в тайне И сказал Что Я боялась Как вы поняли Это человек Женщина Я боялась Что Я дам Я отдам Тряпочку С этого дивана И Эта тряпочка Уедет В Японию Я готова Ее не продать Я готова Ее подарить Но лично Вам При условии Что Что Вы Во-первых Никому не скажете Потому что Ну иначе Родственники Меня просто Так сказать Не поймут Почему я Не заработал На этом Во-первых А вторых Ну вот При условии Что эта тряпочка Останется У нас Для исследований Я эти условия Выполнил И имя Этой женщины Я никому Не рассказывал Но вот В самом начале Нашей передачи Я сказал Что полгода назад Это странное Совпадение Стали умирать Один за другим Ряд ключевых Участников Этой истории И в начале Этого года Среди умерших Была и эта женщина Значит Умер Александр Хомяков Наш Добрый Помощник И участник Этой истории И умерла Тамара Просвирина Младшая Вот именно У нее Как я сразу Не догадался Почему Где искать Тряпочку На которой Умер Карлик Мне это в голову Не приходило Но на самом деле Первое Наверное У кого надо было Спросить Это у нее Но Она отнекивалась Она отмалчивалась А оказалось Как я уже сказал Что Она все это время Держала И никому Не отдавала Бережно Относилась К этой тряпочке И на этой тряпочке Прекрасно Было видно Остался Силуэт От существа Этого Силуэт Читающийся Хорошо Был образован Потовыми Отделениями Выделениями Из тела Очевидцы Рассказывали Что Что это существо После приема пищи Обильно Выделяло пот То есть Это существо Не имело Органов Выделения И видимо Органом выделения Служила вся кожа Весь кожный покров И как только Существо Ело А ело Я уже говорил Вовсе не только Ириски И сгущенку О чем написано В интернете Питалось Оно Разнообразной Пищей Но пищей В основном С большим Содержанием Воды Твердой Пищей Практически Не питалось И я Даже не знаю Как оно Ело Ириску Вот про ириску Я только Слышал Ело Супы Ело Борщи И после Каждого Приема пищи Тело Подкрывалось Обильной Слизью Тело Изменяло Цвет Очевидцы Рассказывали Что В обычном Состоянии Тело Было Темно-серым Вот Настолько Темным Что Сравнивают Цвет Этого Тела Образно Сравнивали С кинескопом Телевизора Выключенного Телевизора Если у кого-то Остались Старые Мониторы Или Телевизоры Вот В выключенном Состоянии Посмотрите Вы Сто Процентов Увидите Цвет Кожи Этого Существа То есть Ну Когда я Опрашивал Очевидцев В те времена У всех Были еще У кого Были Конечно Компьютеры У всех Были Мониторы С кинескопами Они плоские И Вот Цвет Тогда был Всем понятен Это было Очень доходчивое Сравнение Вот Но когда Существо Кушало Цвет Тела Становился Несколько Более Светлым То есть Вот так Даже Сравнивали Владельцы Кинескопов Сравнивали Говорили Как будто бы Кинескоп Загорается То есть Телевизор Вот только Вы включаете И вот Он еще Не зажегся Голубым светом Но только Так сказать Начинает Разгораться И Из темно-серого Становится Светло-серым Вот в этот Вот этот Момент Так сказать Людская память И зафиксировала И в этот момент Одновременно Тело его становилось Сплошь покрыто Слизью Только успевает Кстати Эту слизь Смахивать То есть Видимо Так У этого Существа Работали Органы Выделения Я имею в виду Вся кожа Ну Я Не буду уж Подробно Описывать о том Что люди Все как один Описывали Что От этого Существа Очень Очень Риско И очень Неприятно Пахло И это был Не запах Белка Это Не был Запах Живого Человека Ну Мы все Так Более-менее Прекрасно знаем Чем пахнут Живые люди Вот Запах Живого Существа Абсолютно Не походил На запах Живого Человека И Точно Так же Запах Мертвого Этого Существа Не походил На запах Мертвого Человека Ну Опять же Не буду Сильно Живописать Вам Описывая Чем пахнут Мертвые люди Так или иначе Запах Гнилого Мяса Гниловой Еды Мясной Прокисшего Мяса Так или иначе Мы все Знаем И Фактически Мы Говоря об этом Говорим О том Что Так Мы Чувствуем Запах Гниющего Белка Белковой Жизни Вот То существо О котором Мы говорим Пахло Внимание Как Дешевая Китайская Пластмасса Вот Когда я Несколько Раз Я много Раз Употреблял Вот это Сравнение Которое Слышал От очевидцев Причем Подчеркиваю Они Очевидцы Называли Этот Запах И В случае Когда Описывали Запах Живого Существа И В случае Когда Описывали Запах Мертвого Существа Ну Разве Что Запах Был То интенсивнее То меноинтенсивнее Но запах Был одинаковый И Химики Биологи С которыми Я советовался Относительно Этого запаха Предполагали Что Скорее всего Речь идет Ну Если Сравнение Употребляется Что Запах Как у Дешевой Китайской Пластмассы Или Дешевой Китайской Игрушки У меня Сначала Это сравнение Вызывало Подозрение Что Нам На каком-то Этапе Подсунули Нам Я имею ввиду Исследователям А может быть Землянам По большому счету Нам Подсунули Муляж То есть Забрали Настоящее Существо А вместо него Подкинули Игрушку Копию Дешевую Копию Из пластмассы Очень красивая Версия И надо сказать Это конспирологическая Версия Что Там То ли спецслужбы То ли наши спецслужбы То ли не наши Спецслужбы То ли там Другие говорят Это может быть Вообще Это кстати Инопланетяне Может быть Похитили И вместо Реального Трупа Значит Подбросили Муляж Этого трупа И соответственно Из пластмассы Я Может быть Всерьез бы И рассматривал Эту версию Которая Мне кажется Слишком На самом деле Слишком надуманной Поскольку Ну зачем Подбрасывать Муляж Когда В общем И так можно Похитить И ничего Не подбросить Наоборот Можно Все И все Оставшееся Забрать И вещи Забрать И следы И ту же Плащаницу Которая Все-таки Осталась Тоже Забрать Это тоже Очень весомый Веждок Ведь на ней Ж остался Генетический Материал И Зачем Как бы сказать Городить Вот так Усложнять Историю Но тем не менее Главный довод Все-таки Это не мои Логические Такие вот Сомнения А главный довод Против этой версии В том Что Ведь Так Пахло И живое Существо То есть Иными словами Это его Реальный Запах Это не запах Мулежа Этого существа Это запах Самого Этого существа Которым Оно Обладало Еще при жизни И этот запах Лишь Легка Изменился После смерти Этого существа И вот На этом основании Я терзал И расспрашивал Биологов И химиков Вот Как это объяснить И Самое разумное Объяснение Которое я слышал От ошарашенных Удивленных Но тем не менее Серьез воспринимающих Эту истерию Специалистов Вот Это было Два Серьезных Для меня Замечания И утверждения Что во-первых Дешевая китайская Пластмасса На самом деле Пахнет Формальдегидом Что называется Стало легче Хотя Еще не понимаю В чем Так сказать Облегчение Но Самое главное По Это Самое главное Для меня Это второе Замечание Второй Осторожный вывод Который я услышал От специалистов Вполне может быть Что формальдегидом Пахнет Могут пахнуть Существа Жизнь которых Основана Не на белке Как Мы с вами Мы Типичные представители Белковой жизни Как и Все Известные нам Обычные Земные Животные А так Увы У меня Нет Личного Опыта Чтобы я Принюхивал Запаху Аммиачных Существ И скорее всего Как вы догадываетесь Аммиачные существа На нашей планете Жить В силу Так Неподходящего Климата На нашей планете Скорее всего Не могут Как Что испытывали Существа Аммиачные Попав на нашу планету Почему Там Не умерли Сразу От Ужасной От ужасных Условий Я сказать Не могу Может быть Что называется Истина Где-то рядом Истина не в том Что это Аммиачная жизнь Может быть все гораздо проще Или наоборот сложнее Я сказать не могу Но вот Нужную Так сказать Нужную подсказку От химиков И биологов Я получил И Сейчас пытаюсь Так сказать Копать И в этом направлении Может быть По крайней мере Подсказку Почему А Это существо Пахло Совсем не как Наши земные существа Почему оно Во-вторых Умерев Не сгнило Не Не превратилось В тлен Как Как большинство Наших Трупов И трупов Людей Трупов Животных Объяснение Очень простое Наши Трупы Белковой Жизни Вполне Нормально Это рядовое Событие Вполне Научились За миллионы лет Миллиарды лет Эволюции Прекрасно Поедать И Утилизировать Различного Рода Насекомые Червяки Бактерии И другие Падальщики А раз К нам Попало Существо Которое Никто Не ест У нас То есть Не заточены Наши бактерии Не заточены Наши падальщики И наши Насекомые Червяки Пожирать Вот Это Непонятное Нечто Ну Как Никто Не ест Из падальщиков Выброшенные На свалку Дешевые Китайские Пластмассовые Игрушки Видимо Примерно Так же Выглядел Неаппетитно И Наш Каштымский Карлик Вот это И объясняет Почему Виновник Пьяница Который Случайно Раздавил Это существо Вечером Ну Раздавил его Еще раз Говорю Что называется Не со зла А Токма С пьяну Но когда он Проснулся И увидел Сотворенное Первая его реакция Была Вполне Для алкоголиков И И убийц Как бы Объяснимая Он решил Избавиться От трупа И выкинул Его На крышу Гаража Где это Существо Очень быстро Мумифицировалось И вот Вот этот Момент Я То есть Оно высохло И этот момент Теперь я понимаю Как объяснить Почему его Там не стащили Кошки Почему его Не утащили Вороной Не сожрали Как Сожрали бы Любой другой Труп Почему оно В конце концов Не сгнило Почему оно Очень хорошо Мумифицировалось В 90-х годах Я Размышляя Над этим вопросом Думал Что причина Была в том Что Было Очень жаркое Лето Но потом Так сказать Восстанавливая Картину Событий По Метеорологическим Данным Я Сталкнулся С тем Что не очень Оно и жаркое Было И дожди Были То есть Короче говоря Погода Располагала Не к Мумифицированию А скорее К сгниванию Трупа Но тем Не менее Труп Прекрасно Сохранился Высох И почему Его не съели Червяки И бактерии Объяснение Нашлось Только через Несколько лет Только тогда Когда наконец Я обратил Нимание На Странный Запах Объяснение Очень простое Не съели Потому что Не питаются Этим Это еще один Так сказать Довод Впротив Версии Очень Бытующей Очень распространенной Версии Превратившейся В такой В априори Доказанной И Передаваемой Из уст Уста Как Доказанную Версию И когда Я слышу От скептиков Возражения Чем мы там Занимаемся Всякой чепухой Ведь всем Известно Вот когда Я слышу Такую Приставку Когда начинаются Мне возражать С словами Как всем Известно Я понимаю Сейчас я услышу Абсолютно Безадресную То есть Без Безнадежного Источника Первоисточника Информацию Когда Как всем известно Обычно При Скорпулезном Расследовании Превращается Во фразу Как одна Бабка Сказала Ну или Как Не знаю Кто Не знаю Откуда Я эту фразу Услышал Ну одним Словом Я часто Слышу Относительно Истории С Каштымским Караком Что как Известно Так Многозначительно Уже Ученые Доказали Что Это Существо Является Человеком Точнее Генетические Исследования Показали Что это Существо Женского Пола Ну и Вероятнее Всего Оно Является Выкидышем Нежизнеспособным Человеческим Мутантом Который Возник Ну здесь Вот так сказать Тоже Уверенно Заявляются Здесь тем Что рядом Находится Ядерный Центр Озерск Ну мол Озерск Это Настолько Страшная Ядерная Просто Вот Свалка Где Могут В состоянии Рождаться Только Мутанты Ну да Простят Меня Жители Озерска Если Они Меня Сейчас Слышат Я Вообще Среди Них Не видел Нездоровых Людей Наверное Там Есть Конечно Люди Больные Но Я думаю Что Процент Мутантов Или Мутаций Или Мертворожденных Там Не сильно Отличается От Общероссийских Во всяком случае У меня Лично Это и мое Субъективное Мнение И мнение Основанное На Материалах Экологов У меня Лично Складывается Печатление Что Процент Рожда Появления Там В этом Городе Вот Каких-то Там Не очень Полноценных Мертвороженных Детей Там Не Отличается От Общестатистических Поэтому Отсылы К Таким Многозначительности Многозначительные Намеки на близость Озерска И Ядерных Центров В общем Не более Чем Такая Страшилка Так вот Когда Утверждают Что Ученые Демол Доказали Что Это Выкидыш Если Вы Услышите Когда-нибудь Такое Возражение Пожалуйста Отошлите Этих Людей Ко мне Я Очень Хочу Знать Кто Это Сделал Такое Заключение Потому Что По моим Представлениям Единственным Владельцем Этого Генетического Материала В стране Является Космопоиск То есть Я Ну Еще Одним Владельцем Безусловно Являются Вот Те Граждане Которые Похитили Это существо Которые Хотели Его Продать Но Насколько Я знаю Эти Граждане Использовали Это существо Как фетиш Как Талисман Как Такой Вот Некий Атрибут Хвастовства И Показывали Его Только Так сказать На Очень Торжественных Мероприятиях На званых Обедах Выносили И хвастались Перед гостями Что Такая Вот Зверюга Инопланетная У нас Есть Ни о каких Исследованиях Их Мне не Известно И поэтому Если Кто-то Заявляет О том Что Такие Генетические Исследования Сделаны Мне Очень Интересно Знать Кто и Когда Их Делал Поскольку Я Плавно Заканчиваю Сегодняшнюю Передачу Сегодняшний Разговор На том Нужно Какой-то Так сказать Знак Орфографически Ставить Мы Конечно Поставим Троеточие Но Перед Троеточием Поскольку История Не закончена Но История В том Виде В котором Она Приостановилась Сейчас После Крайней Не последней Но крайней Экспедиции Закончившейся Две недели Назад Значит Помимо Поисков Тела И НЛО Третье Параллельное Исследование Заключалось В том Что мы Проводили Генетические Исследования Да Они стоят Дорого Если Вы Хотите Провести Генетическое Исследование Не на Предмет Отцовства Я не знаю Сколько Это стоит Но Порядка 100-200 Долларов Кто дел Такой Генетический Анализ Поправьте Меня Пожалуйста Я Не знаю Современные Расценки А вот Расценки По полному Генетическому Анализу Я знаю В самом Дешевом Варианте Это стоит Порядка 3000 Долларов Если Кто-то Может Помочь Сделать Повторить Полный Генетический Анализ Бесплатно Или Проспонсировать Его Пожалуйста Помогите Пока Я пробовал Пять раз Проводить Пока До сегодняшнего дня Пробовал Пять раз Проводить Такие исследования К сожалению 3000 долларов У меня не было Поэтому Либо я Просил Это сделать По знакомству Знакомых Или знакомых Знакомых Либо Я просил Это сделать За рекламу На телевидении То есть Если телевизионщики Делают передачу Я их просил Я вам расскажу Только при условии Если вы Каким-то образом Отметите Ту лабораторию Сделайте им Такую Приятную Рекламу В своем Фильме Вот Несколько раз Это срабатывало И Эти лаборатории Брали на себя Обязательство Сделать Анализ И одна из лабораторий Вот теперь Я догадываюсь Откуда пошла Кстати история Про то Что В генах Этого существа Были Генетический анализ Этого существа Показал Что оно является Человеком И конкретно Особью Женского пола Значит И одна из лабораторий Которая Делала Этот анализ По Просьбе РЕН-ТВ На РЕН-ТВ Тогда В 2004 году Готовилась передача И вот за такую Телезионную рекламу Которая стоит Недешево Если Заказывать ее Одна из лабораторий Не буду Давать ей рекламу Сейчас уже Повторять ее название Взялась Проводить Эти эксперименты Эти исследования Но Как потом Выяснилось Когда я Попросил Такие Не устные Результаты А письменные Мне очень долго Не могли Не предоставляли Эти письменные Результаты И только Когда умер Руководитель Лаборатории Новый Его Сменщик На этом посту Когда к нему Обратились Он Поднял По нашей просьбе Архивы И выяснилось Что на самом деле Материалы На самом деле Генетического Анализа Они не делали Он Он Предыдущий Руководитель Не будем О мертвых Либо хорошо Либо никак Поэтому я его Не критикую Я лишь констатирую Что произошло Видимо Он Справедливо Решил Что для рекламы Его лаборатории Будет Достаточно И результата Того результата Что он скажет Что это человек Потому что Если он скажет Что это не человек То есть На самом деле Он не мог Сказать Ни один из Ни одна из лабораторий Физически Не может Основываясь На научных Естественно Подходах Физически Не может Вынести вердикт Что это инопланетянин Пожалуйста Не думайте Что такой ответ Возможен Потому что Все Лабораторные Исследования Основаны На сравнении С аналогами На сравнении С архивными данными Если у вас В лаборатории Есть Образец ДНК Инопланетянина То да Тогда конечно Вы можете Дать заключение Что это похоже На образец Номер 1058 Это образец Инопланетянина Там Созвездия Такого-то Но подобных Образов Насколько Мне конечно Известно В генетических Лабораториях Пока нет Поэтому Нормальный Положительный Результат Любой Лаборатории Заключался В вердикте Что найденные ДНК Не являются Не похожи На ДНК На известные Типы ДНК Человека А еще лучше Если они Еще и не похожи На известные Типы ДНК Известных нам Животных Ну хотя бы Приматов Хотя бы Кошек Собак И основных Хотя бы Основных Животных Вот В результате На самом деле Я забегаю Вперед По крайней мере В двух Случаях Из пяти Я сказал Что Пять раз Я пытался Проводить Эксперименты В двух Случаях Из пяти Действительно Находили Образцы ДНК По длине Своем Цепочка Нуклеотидов Отличалась От цепочки ДНК Человеческого То есть Причем Там Не на проценты А в разы Из чего Осторожно Подчеркиваю Пока я Только осторожно Предполагаю Мы можем Говорить О том Что ДНК Не человека Во втором Случае Значит При исследовании В центральной Тогда Милицейской Лаборатории Города Москвы Центральная Криминалистическая Лаборатория Делала По моей Просьбе Анализ И Она Сделала Анализ Сухой Крови Этого Предполагаемого Существа Я пришла К выводу Что Эта Кровь Не является Кровью Человека Она Не принадлежит Человеку Опять же Так сказать Это Не прямой Но косвенный Так сказать Довод В пользу Не в пользу Инопланетного Происхождения Боже упаси Я никогда Это не утверждал Даже когда Говорил Что эти существа Появились После приземления НЛО Я этого Не имею Морального права Утверждать Увы Так сказать По всем тем Призна По всем тем Научным Как бы Правилам Этого делать Некорректно И В третьем Случае Вот Когда Я упомянул О попытке Сделать Лабораторный Анализ Вот В лаборатории Название Которое Я не очень Хочу Вслух Произносить Дабы Так сказать Не делать Им рекламу Они Утверждали Что Обнаружили Гены Женщины Что Это Женщина Причем Женщина Взрослая Явилась Источником Тех Генов Которые Находятся На Площанице В тот Момент У меня Появилось Вески Веское Возражение Ведь Мы Прекрасно Знали И Не скрывали Даже Утверждали Это Что Площаница Которую мы Отдавали На анализы На самом деле Была Нестерильной И Конечно На ней Не то Что Могли На ней Обязаны Быть Следы И частицы Тела Пота Частицы Кожи Выделений Тамары Просвиренной Старшей Бабушки Которая За ним Ухаживала И Было Удивительно Если Бы Там Этих Частичек Не Было Поэтому Первая Мысль Была Получив Такие Такой Вердикт Устный Первая Мысль Была Сравнить Результаты Этого Анализа ДНК С результатами Анализа Тамары Просвиренной Которая Которая Находилась На обследовании В больнице По крайней мере Материалы Образцы Может быть Анализы Какие-то Еще сохранились В больницах Где проходило Лечение Тамары Просвиренной Но Когда На мой взгляд Это весьма Разумная Версия Весьма Разумная Линия Исследования И Наверное Мы ее Когда-нибудь Доведем До логического Финала Сравним С ДНК Человеческие Которые Должны Быть На плащанице С Образцами Тамары Просвиренной Старшей Увы Так сказать Покойной Но Образцы Я надеюсь Мы все-таки Добудем Но Оказалось Когда выяснилось Что руководитель Этой лаборатории Умер Оказалось Из поднятых Его Его Приемником Материалов Оказалось Что никаких Анализов Сделано Не было То есть На этом Сэкономили И Результат Был Написан Просто Из головы Просто Руководствуясь Прослым Логическим Как мне кажется Предположением Что если Они напишут Вердикт Что это Не человеческие Гены Это будет Сенсация И это Будут Проверять Обязательно Их Этот результат Подвергнется Обструкции Критики Высмеивать Будут Это я На собственной Шкуре Знаю Что каждый раз Когда что-то Утверждаешь Выходящее За рамки Общепринятого Обязательно Переходят На личности И начинают Вспоминать Да кто он Такой Вообще Да какое Он право Имеет Да вообще О чем вы Говорите Этого быть Не может Потому что Вы все Дураки Ну и так далее В общем Одним словом Такого рода Заключение Себе может Выйти дороже Из рекламы Может получиться Антиреклама А если Вам нужна Реклама На телевидении То самое лучше Заявить О том Что вы Ничего Сенсационного Не нашли И То что вы Обнаружили Это обычные Человеческие гены Вот Что на мой взгляд Скорее всего И было сделано И если Только подчеркиваю Если только Там Новый Приемник Этой Лаборатории Не найдет Вдруг Потерянный Надежно Потерянный Лабораторный Анализ Если Не окажется И если Окажется Что там Действительно Есть Упоминание О том Что Найдены Гены Женщины Тогда Что называется История Не сильно Изменится Но это Будет Уже Другая История Это Будет Другое Расследование Я Еще раз Подчеркиваю Я очень бы хотел У тех людей Которые в интернете Или в прессе Или где бы то ни было Уверенно заявляют Что Как установили ученые В этих генах Обнаружены гены Женщины Вот я очень Сильно Хочу До сих пор Первоисточник Кто конкретно Обнаружил Ту лабораторию Которую указывают В газетах И журналах Куда я Не относил Никакого Материала А я знаю Куда я Относил Ту лабораторию На которую Ссылаются Газеты Это Просто Какой-то Левый адрес Я не могу Представить себе Кто Откуда Эта лаборатория Могла получить Этот генетический материал Если не от меня То от кого От этих похитителей Если это так То Ну признайтесь Скажите Это же не подсудное дело В конце концов Ну в любом случае Я хочу разобраться В этом вопросе В любом случае Я хотел бы видеть Результат Обследования Даже Если там Будет черным по белому Написано Что Обнаружены Гены женщины Почему Потому что Если я буду Иметь такой результат Тогда я сравню С генами Тамары Просвириной Если Окажется Что это одно и то же Тогда Естественно Вердикт О том Что Что у Кыштымского Карлика Гены женщины Тоже рассыпятся В пыль Потому что Этот вердикт На самом деле Будет говорить Не о генах Кыштымского Карлика О генах Того Кто ухаживал За Кыштымским Карликом В общем Одним словом Налицо Вот такая Даже не научная А антинаучная Подтасовка Данных Когда Несуществующие Или возможно Несуществующие Анализы Подчеркиваю Я так до конца И не могу Понять Они Так все-таки Реально Существовал Этот анализ Или он придуман Что называется На пустом месте Вот до конца Быть уверенным Я в этом не могу Но Даже если Я очень не хочу Чтобы Мой сегодняшний рассказ И Нашу сегодняшнюю передачу Кто-то воспринял Как рассказ Упертого На своем Зациклившегося На своем мнении Человека Как человека Который не хочет Принимать Чужие точки зрения И вот И рассматривает И упорно гнет Свою линию Упорно Как бы добиваясь Того чтобы Эта история Преподносилась Только в том ключе Как Мне это видится Я бы очень этого не хотел Поэтому Поэтому Во-первых Следил за своим Лексиконом И постарался Ни разу не назвать Кыштымского Карлика Точнее Кыштымских Карликов Напоминаю Их было много Как минимум Четыре-пять Я старался следить За языком И не называл их Инопланетянами И честно Так сказать Говорю Я не знаю Кто они Но Судя по всему Это не Хомо сапиенс Во-первых А во-вторых Я Остаюсь Не только Не при своем Одном мнении Я рассматриваю Готов рассмотреть И рассматриваю Все остальные версии Мало того Я даже Искренне бы Может быть Где-то Хотел Чтобы Наконец Хоть какая-то Версия Стала Общепринятой Не подтасованной Как нам Люди Стремящиеся Показаться Учеными Но при этом Подтасовывая Данные Фактически Занимаются Антинаучной Деятельностью Любая наука Основывается На фактах И На любом Результате И в науке Говорю Извините За прописные Истины И науке Даже отрицательный Результат Это результат И Я Рад Любому Результату Даже если Он Если этот Вердикт Окажется Так сказать Менее Интересным Чем Вердикт Что это Инопланетное Существо Даже если Допустить Что Допустить С каждым Днем С каждым Новым Известным Фактом Все сложнее И сложнее Но даже Если На мгновение Встать на Точку зрения Скептиков А среди этих Скептиков Среди тех Кто Доказывает Что Это существо Как всем Известно Является Чешским Выкидышем Главным Специалистом В этом Вопросе На которого Все ссылаются К мнению К мнению Которого Так сказать Постоянно Апеллируют Все Те Кто Писал Когда-либо Об этой Истории Главный Авторитет В этом Вопросе Это Местный Главный Детский Врач И Этот Детский Врач К слову Скать Имеет Настолько Низкий Авторитет Среди Родителей Кыштыма Что О нем Как О бездарной В врачебном Смысле Конечно Личности Ну разве что Так сказать Анекдотов Не рассказывают Поскольку Поскольку Дело Совсем Не смешное И речь идет О здоровье Малышей И вот Тот человек Который Утверждает Что он Демол Знает Всех Детей И как Выглядят Дети И как Выглядят Выкидыши И как Выглядят Младенцы То есть Он у них Разбирается Как В своих Пяти пальцах Вот В этом Как раз Кыштымцы И сомневаются Особенно Те Которые Потеряли По вине Этого Врача Потеряли Своих Детей То есть Там Были Смерти Смерти Младенцев По вине Этого Врача И в том Числе Ирония Такая Злая Ирония Судьбы В том Числе По его Вине Однажды Умер Тот Самый Алешенька Маленькое Пояснение Не Алешенька Кыштымский Карлик А Алешенька Внук Тамары Просвириной Старшей Значит Поясняю Вот Главная Героиня Которая В 96 Году Нашла В лесу Под Кыштымом Странное Существо И назвала Его Алешенькой Имя Дала По имени Незадолго До этого У погибшего Своего Внука Ее Сын Женатый На Невестке Тоже Полной Тезки Тамары Просвириной Которую Я Для простоты Все время Называл Тамарой Просвириной Младшей Одной Из героин Нашего Рассказа Умершей Совсем Недавно У этой Тамары Просвириной Младшей Незадолго До этих Событий Родился Сын Соответственно Этот сын Являлся Внучком Внуком Тамары Просвириной Старшей Которая Безусловно Безумно Как все Нормальные Бабушки Любила Своего Внука Души В нем Не чаяла Это Имя Этого Внука Алешенька И Увы Семейное Счастье Длилось Недолго И Младенец По имени Алешенька Из-за Врачебной Ошибки Увы Умер В раннем Возрасте Виновник Этой Младенческой Смерти Позже Стал Главным Педиатром Города Кыштыма Именно Он Не знаю Что называется Если бы он Помалкивал В этой истории И громко Не кричал Может быть И нам Не нужно Было бы Вспоминать Эту Врачебную Бездарность Но Что называется Я так много Наслушался От Возмущенных Матерей Кыштыма Что В общем Извините Не сдержался Может быть Прошу прощения Конечно Такие вещи Нельзя Назвать Вслух Но Опять же Фамилию Я вот К счастью Не назвал Так вот Этот врач Сейчас Напомню Выступает Главным Главным Экспертом Доказывая Что он Демол Уж Разбирается В младенцах И Этот младенец Точнее Это существо Не более Чем Человеческий Выкидыш И вот Несмотря На столь Так сказать Критическую Оценку С моей Стороны Я Готов Согласиться С мнением Специалистов Если Если бы Действительно Это был Специалист В своем Деле Хотя На самом Деле Я И прислушиваюсь К мнению Специалистов Например К Мнению Патологоатома Платошкина Его Ассистентов И других Врачей Которые В отличие Так сказать От тех Экспертов На которые Я ссылаюсь В отличие От них Они Все-таки Проводили Осмотр Тела И вот Те Кто проводил Осмотр Тела Я с ними Очень долго Очень плодотворно Беседовал Они Как раз Не то Что там В отличие От меня Там Ищут Какие-то Неопределенные Такие Плавающие Термины Я Пытаюсь Все время Осторожными Определениями Какими-то Пользоваться Стараюсь Давать Весьма Весьма Так сказать Расплывчатые Определения В нашей Истории В отличие От меня Они Были Более Категоричны И Их вердикт Таков Что Найдя Более Двадцати Отличий При осмотре Этого тела От Homo sapiens Они Категоричны Причем Большая часть Этих Отличий Например Как отсутствие Пупка Отсутствие Органов Выделения И Прочее 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 Они Категория Они Настаивают На том Что Вот Если Некоторые Отличия От Homo sapiens Еще Можно Каким-то Образом Объяснить Мутациями И Различными Неприятными Изменениями Которые Бывают У мутировавших Выкидышей Нежизнеспособных Добавлю То есть Те Допустим Человеческий Ребенок Может Такие Случаи Бывали Может Родиться Без органов Выделения Но Жить Этот Ребенок Не Может И Чаще Всего И Рождаются Он Мертворожденным И Большая Часть Вот Этих Отличий От Homo sapiens От Человеческих Младенцев И Основана На Предположении Что Большая Часть Этих Отличий Либо Несовместима С жизнью Либо Несовместима С понятием Homo sapiens Либо То есть Гипотетически Даже Если Предположить Что Природа Вот так Обдохнула На одном Отдельно Взятом Младенце И Не одно Два Три Отличия От Homo sapiens Генетического Испытала На младенце А вот так Злонамеренно Сразу По двадцати Пунктам Прошлась И Изуродовала Его До неузнаваемости Можно Конечно Такое Допустить Там На мгновение Но При этом Надо сразу И четко Оговориться Что Даже Половина Даже треть Или четверть От всех этих Изменений Однозначно Ставят вердикт На Нежизнеспособности Этого Индивидуума То есть Родиться живым Он не может Точка Это не обсуждается Опять же Если исходить Из современной Науки Если Вот здесь я Осторожно Вступаюсь За Наших Скептиков За нашего Специалиста В области Врача В области Значит Детской Практики Который Разбирается В младенцах Если Он Прав Допустим Стану Будет ли я возражать Да ни в коем случае Я буду Чрезвычайно Доволен Таким доказательством Если оно будет Хотя бы на том основании Это беспроигрышное Кстати говоря Доказательство Не потому что В науке Любой результат Это результат Потому что Оно дает Основание Начать Новое Расследование И даже Новое Научное Направление В изучении Человека Ведь Доселе Считалось Что без многих Органов Которых Не было У Кыштымского Карлика Человек Жить не может Если вдруг Кто-то Бац О чудо Доказывает Что это был Человек И этот человек Ведь Напомню Жил Этот человечек Это существо Жило У Тамары Просвириной Как минимум Недели две А скорее всего Еще Минимум Недели две Оно бегало Вдоль Озеро Анбаш И может быть Даже И дальше Бегало Если не Получило По голове Кирпичом Иными словами Оно бегало И жило Вопреки Нашим представлениям Что бегать И жить Оно не может То есть Иными словами Дорогие Дорогие Врачи Дорогие Ученые Если вы Докажете Что этот человек Я буду вам Чрезвычайно Благодарен В этом случае Нам придется С вами Выяснять Почему этот человек Жил Без жизненно Необходимых Органов Это дает Основание Полагать Что мы Очень слабо Представляем О наших Возможностях И Наши с вами Возможности Оказываются Гораздо Шире И Гораздо Более Могущественные Чем мы Даже себе Это В самых Смелых Снах Представляли Это значит Что у нас С вами У нас У людей Появляются Дополнительные Как бы Поводы Жить И Даже без Органов И жить Может быть Даже полноценно Вопреки Так сказать Устоявшимся Мнениям То есть Пожалуйста Докажите Это И Результат Научный Результат Будет Может быть Даже Гораздо Интереснее Чем Если Научным Способом Мы докажем Что это Ничего страшного Это Обычный Типичный Представитель Какого-нибудь Расы Неизвестной Расы Там Не важно Проживающий На нашей Земле Или На другой Земле Может быть Это Не белковая Жизнь Даже Вообще Может быть Это Вообще Не наш Родственник Это Безусловно Кому-то Интересно Может быть Уфологам Интересно Но Что называется Другой Вариант Интересен Не менее В эфире Народное Славянское Радио Поехали Народное Славянское Радио Для Пытливых Умов Продолжение Слушайте В следующей Части Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров